итак всем привет сегодня у меня необычный стрим для меня это реал стрим по программированию мы разрабатываем программу клиент сервер которую условно называется онлайн стрим детектор но не суть важно какое название в чем ее суть заключается ну первоначально функционала планирую будет такой значит у всех ну на ска 2 тв есть наверно какое-то количество избранного но избранных стримов но постоянно следить за ними это не очень удобно то что нужно заходить на сайт проверять но некоторые конечно сутками сидят на ска 2 тв но это другой вопрос но мне например я то есть очень не часто захожу на ска 2 тв вот ну вот именно просто так когда никто не звал не менее удобно смотреть кто там онлайн и очень хотелось бы чтобы оповещение стримах приходили ну сами как был фиде каких-то уведомлений значит эта идея впервые пришла не мне пользователи с ником его что он спасибо да привет его в кстати ну не но плеер я ставлю такой ничего реклама же один раз прошла и все вот так вот значит эта идея мне понравилась но он писал программу доступную то есть в оконном оконную и это но для меня это не всегда удобно потому что но это же только для компьютера хотя у меня и планшет на windows но все равно да доступна программа это доступна программа мне хотелось бы чтобы уведомление приходили мне на телефон в виде пуш уведомлений вот и я буду писать именно программу которая будет повещать виде пуш уведомления но так как я не так сказать не вне взговали там не с администрации ска 2 тв ничего такого у них никакого опи нету то получается что мы будем писать свой сервер который будет собирать информацию о текущих стримах ходящихся онлайн и будет он ну и будут кота внутренняя система авторизации то есть именно на этом сервачке где пользователи будут добавлять свои свои избранные да конечно это придется делать руками но зато как бы во первых это не не страшно если какие-то будут обновления порталов это что-то слетит там избранная так далее да на этом серваке все останется плюс туда можно будет добавлять в избранное не только на стримы ска 2 тв но и другие правда именно читать онлайн стрим или нет на других сервисах это первоначальном функционале не будет скорее всего но по крайней мере не в первую очередь вот ну и то есть пользователь будет добавлять любимый стрим и когда сервак будет обнаруживать что-то стрим онлайн он будет отсылать пушеведомления значит сервер у нас будет backend на sp.net mvc там в папе клиент будет под windows фон и наверное винрт ну то есть универсальное приложение сейчас надо android и ios не будет потому что я windows разработчик то есть буду писать на си шарпи как клиент так и сервер но вот но как бы так как api это универсальная вещь так что если кто-то захочет написать свой клиент на android ios или там что-то еще то как бы эта проблема никакой не составит все исходники будут на кодплексе ну что ж начнем тогда я по экстрему честно скажу почти не готовился очень так стрёмненько готовился но немножечко совсем так что боюсь эти какие-то будут за тупые или косяки ну тогда уже простите как-то меня но это вообще по 1 мой опыт такого реал стрима по программированию вот ну начнем и конечно же сервера так создадим новый проект так спайдот на этом вести 4 в аппликейшен и закинем моего так да ну это нет он не только для мастерских проектов просто кодплекс это ну принадлежит microsoft но туда не обязательно микрософтовские проекты то есть ну это такой же просто этот ну короче неважно любые туда можно так ну как я рассказал будет называться допустим онлайн лимс детектор да кстати сразу говорю я не претендую на идеальный код и все такое да я пишу так как я пишу но у меня есть какой-то опыт да посмотрим как это получится но надо то что прям будет все идеально прям все по паттернам и все так да и так далее я этого не гарантирую так ну и сервер киписку у нас 3-детектор сервер но не буду стартов сушка они хотя стоп нам как раз таки в source control как раз сразу на кодплекс добавить да надо почему что-то опаристим так вот и здесь мы выбираем шаблон в папе но разметка нам неважно потому что сайте делать не буду я буду делать только опи кстати я не знаю вот нужно ли чатик выводить на стрим вот я могу так сделать это нужно то есть он будет мешать или оставить ну то есть оставить его или убрать кстати галочка почему-то онлайн на стриме не поставил сейчас поставил так имею ввиду там есть сервер контроль версии не это контроль версии это это tfs вроде либо гид или то и то я не помню это гид или tfs в общем это а я ступил немножко блин точнее я же добавил свой tfs надо сразу стоп 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 так сушь control а как теперь не перевязать то его на другой ладно немножко уже стал за тут еще раз создам просто я за его в папку засунул тем маппинг сделал моего tfs надо в другую куда папку чтобы это ну добавить в кодплекс я привык свою себя добавляет вот буквально все и всегда в ваших проектах но все равно я стараюсь некоторые себя так вот выбираем тфс и сервак а вы стоп а почему он все а но я понял почему он это потому что у меня же подключен мой так нет выбрать рукой комплексами не добавлен сейчас я зайду на кодплекс у меня там есть учетка быстренько это захвачу данные какие там это так я уже забыл как кодплекс а подключаться сейчас создать проект так тип тфс у нас будет так сейчас я найду где здесь эта строка то забыл как тут подключаться тоже она наверно это все обе там студии то т.д.д. здесь наверно просто вписать ерунг кстати не на интернета видно эти внутреннего окна она стремени видно в окна о я об этом не подумал сейчас и тогда добавлю рабочий стол я об этом не подумал так вот сейчас видно так вот там ком или что ком и наверно вот такая что получается строка попробуем ну просто походу нет там не может быть такого долгого ответа то ли та защищённое соединение так что там с этим вот эти я же говорю но не подготовился с этим вот все подумал а про это забыл я просто забыл же ну давно не пользовался этими сторонними у меня как бы свой тфс просто установлен одеть чтобы раз это будет публичный проект хочет мне нужно а точно я открою свой тот проект я списал этот клиент чата для с к 2 тв уже один раз но не на стрима просто это у меня тоже должен быть этот как раз таки код vex так вот это по моему он и там должна быть это строка подключения а не помыто не он что-то фута не чат не чат а этот блин тут ну короче 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 это оно что да ну да тоже похоже а вот нет он на локальный настроен он на локальный ну ладно я тогда фиг с ним с этим тфсом сейчас не будем все время тратить конечно если бы я писал не на стрим я бы разобрался но сейчас не хочется на это время тратить поэтому это пока откажемся от контроля версии все равно это все будет на сколько писаться на вот эти ошибка если так попробуешь тпс вот так и все не а я правильно и писал юрл а я тут написал стрим с не а я тут и не а ну и чёрт с ним ладно сейчас ошибку напишет ну короче тогда пока на это забьем все перейдем уже к написанию так значит ну value controller сразу удаляем это типа пример так насчет базы данных значит я я пользуюсь конечно же этот и фреймворком именно методом code first то есть мы всю базу данных описываем в коде сейчас и кстати в этом бы если обратно включу этот чтобы было так удобно так а даже это на стрим не видно кстати страну тогда получается б захватывает то сейчас здесь контекст и меню открыто но у меня просто планшете открыть мой же стрим я вижу стоя контекст на меню не видно ладно тогда верну рабочий стол но естественно это странно так называться это будет да все шарпи как бы такое неписанное правило это пусть имена будут более длинными но зато очевидными так и наследуется он вот db контекст так и сейчас так чтобы я просто буду иногда за кадром смотреть другой проект чтобы мне там не вспоминать некоторые вещи но я показывать его не буду потому что это мой рабочий проект но как бы такой не публичный да вот что просто ничего не забыть там но как бы вспоминаю некоторые вещи там ну как бы часто же программирование такая практика что ты не пишешься с нуля практически собираешь из конструктора из своих предыдущих проектов там у тебя половину кода ну вот значит создадим какую-нибудь строку подключения ну во первых да базу данных я уже создал саму сейчас я покажу так вот вот создал базу данных на локальном серваке ее строка подключения вот специально использовал внутренние security ну короче штуку мы поняли чтобы пароли не палить и какие вот так и теперь мы описываем конструктор этого класса и его базовом конструкторе мы передаем строку подключения страны почему он ее не хочет потому что я скобки не поставил вот action screen не понял не понял ну что печатку где-то пустил ну это нормально что все начинает идти не по плану ожидаемо а возможно потому что константа должна быть вот ну соответственно создали строку подключения передали теперь мы создаем таблицы значит о таблицах у нас будет значит значит первая таблица это очевидно юзер ну юзер сына сущность юзера значит в ней будет ну разумеется идей дальше в ней будет так сейчас тут 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 что ну какой то наверное какой то логин да по любому ну как я наверное буду как делать обычная регистрация авторизация логин пароль и все то есть никаких естественными е-мейлов не будет никаких то подтверждений ничего такого ну то есть просто все базовое я конечно думал сделать еще вход через вконтакте но наверное не буду сейчас заморачиваться не знаю может потом сделаю пока что обычную эту штуку так значит ну там name ну да логин фу ты че так и так нет тут у нас же будет границу в этом массиве пароль так логин пароль что еще у него будет ну понятно будет внешний ключ на другую таблицу со стримами а хотя вообще-то а ну в смысле да 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 все правильно у него же много может быть записи ну все я думаю в принципе у юзера больше ничего толком и не будет уже не нужны никакие аватарки там дата рождения и прочее да ну так что я думаю здесь в принципе все все начались садим другую таблицу потом уже здесь будем это описывать таблица будет называться users так не помню гитсет тут надо таблицу следующая таблица следующая таблица у нас будет называться channels а стоп так в ней надо продумать какая будет в ней сущность то есть у нас будет да то есть получается стример наверное да сейчас объясню сейчас объясню как я это уже планировал будет стример вот и у каждого стримера будет ну во первых понятная идея и будет пока что только с ск2 тв ну имеется ввиду канал ск2 тв да но тут так как будут все каналы то я не буду приписывать слово канал то есть здесь планируется потом будет также еще там кибергейм еще что то ну в принципе можно заранее сделать просто пока что это не будет работать будут пустые поля но пусть будет сами поля ничего лишнего не будут там goodgame там что еще twitch и ну что еще там тут бывает ну youtube что ли а youtube там же нет постоянной ссылки ну все по моему да у нас особо больше стрим сервисов нет конечно ю стрим еще есть но там основном реал стримы я как-то особо не замечал ну ничего обойдутся если что пишут ну короче разберемся и довольно редкий случай так то есть получается что у нас пользователь будет добавлять себе как бы стримера да ну к своей учетке и этому стримеру а ну кстати надо ее какое-то имя еще ну как-то чтоб обозначала что стример как-то обозначался что мне там name вот а и получается что у нас у одного пользователя куча стримеров есть получается что здесь у нас будет public web care user, то есть один стример на одного только юзера ссылается, но можно было бы, конечно, сделать, в принципе, как-то, наверное, чтобы стример был в единственном экземпиаре, то есть, скажем, я добавил там одного стримера, другой пользователь этого же стримера добавил, и он как-то бы одной только записью был, но не очень представляю, как это следить, чтобы, то есть, ну, это чисто, что ли, проверять там по строке канала, но это не очень, я думаю, пусть у каждого будет свой набор, то есть, и будет куча копий, но это не так уж в данном случае, по-моему, жестко, в принципе, сойдет, ой, что такое, а, ну да, я же им это не дал, так, юзер и, ну, да, юзер, извиняюсь, мне что-то с горлом сегодня вообще не очень так, юзер здесь, и здесь у нас, соответственно, будет iCollectionStreamers то есть, коллекция стримеров у юзера будет, и надо в конструкторе это прописать, ну, чтобы он на этом был менюл так, что нам еще понадобится так, юзер и стримеры есть а, да, еще понадобится таблица, а, кстати, мы еще не добавили таблицу стримеров кстати, если нужно, я могу какую-нибудь музыку включить на фон как бы, не возбраняется я просто, ну, как бы, вначале думал, включать или включать, но непонятно, какие вкусы у зрителей и так далее, да как бы, поэтому непонятно, у меня там на изготовке из финалки музыка, но я не знаю, решился с этим не включать пока но если напишите, что надо, то, в принципе, могу включить так, стримеры дальше дальше, 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 дальше дальше, 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 дальше еще одна таблица будет которая будет называться сущность будет называться push-device то есть устройство, ну, получение пушей и тут я подсмотрю, какие там поля нужны в своем проекте сейчас, ну, чтобы не это ну, в принципе, там все просто, на самом деле то есть там нужно насколько помню, только push-код записывать, айдешник и все и, ну, оно и юзер разумеется ну, я, короче, прям скрипать все ну, в данном случае, я не знаю, клиенту ОС надо, ну, пусть будет то есть, что такое клиент ОС это, ну, система отправки пушей на телефон разная для всех операционных систем то есть для андроида это один способ для apple, там, это другой да, для windows, раньше еще было для windows фон и для windows разные сейчас уже можно одинаковым способом с 8.1 версией да, кстати, писать я буду под видос фон именно 8.1 семерочнику до кидаем, к сожалению ну, потому что очень древний код как бы я не настолько богат ресурсами временными и прочими чтобы писать еще под семерку вот а 8.0 не нужен так как все обновьется до 8.1 или уже обновились кто хотел до превьюшки как минимум ну, так что 8.1 будет у нас сразу приложение вот так ну, вот и как бы у меня так будет получается только одна одна клиента ОС но в принципе я же говорил, что ну, если кто-то захочет, да чтоб потом писать под андроид может быть, или под iOS то я, в принципе, оставлю этот пункт пусть будет я, правда, не буду пока реализовывать пуши для них, но ну, как бы если мне об этом напишет кто-то просто ну, типа добавь там поддержку iOS или, да, что-нибудь такое ну, я, соответственно, добавлю так ну, пуш-код это сам код девайса то есть именно этот код который дается пуш-сервером майкрософтовским, гугловским репловским, соответственно он разного формата у всех но как бы любой разный формат всегда можно засунуть в стринг давай поэтому вот здесь будет пуш-код ну, юзер-ид это понятно, что такое ну, и юзер это тоже понятно ну, то есть тут все очевидно и, соответственно, здесь добавляем пуш-девайс 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 и в юзерах нам надо добавить соответственно пуш-девайс то есть у одного юзера может быть не один, а сколько угодно пуш-девайс То есть, например, у меня телефон, планшет и еще комп с Windows 8.1, да, и на всех я хочу пушить, но, соответственно, не возбраняется. Так. Вот, вроде бы, а, не, какой, все. Да, тут уже еще нужно этот, фудуэтапия. Так, сейчас вот тоже опять же грязно. Так, это обработчик событий. Ну, мы его переопределяем. То есть, он содержится в DB контексте у нас. Так, хотя, а мышку видно? А, мышку не видно, не стремит. Я уже захват мыши включил. Ну, ладно, курсор видно, и то нормально. Так, значит, здесь у нас есть ModelBuilder, и мы будем в зависимости прописывать. То есть, мы берем ModelBuilder, Entity, User, HasK, ну, то есть, имеет первичный ключ, если по-русски говоря. ID, точка, ну, в смысле, точка запятой. Entity, User, а, не, множественные мы не прописываем. Мы прописываем, то есть, со стороны одиночного, то есть, как бы. Ну, сейчас, поймите. Entity, Streamer, HasK, Ну, это, кто не знает, это лямбда-выражение. С этими. Ну, в общем, это тут все подряд. Link, лямбда, и все хорошее. Так, стример, так. Так, у него, то есть, ключ, понятно, ID, вот, и HasRecued, то есть, как-то по-русски это перевести. Ну, то есть, есть обязательное поле, да, под названием User. А с той стороны, видмейни, то есть, а юзер имеет множество... Множество стримеров, то есть, мы, как бы, описали один ко многим связь. И, а по какому именно полю, да? А по полю... А не по какому полю мы его не написали. О, нет, не стоит стоп. Ну, поле-то не написали. Так, GUID, UserID. Я думаю, что-то вроде не то, но что-то вроде не хватает. О, UserID. И здесь то же самое. А, нет, а вот здесь как раз-таки есть. Вот, по полю UserID. Окей. Не, не будем такими приносами заниматься. Далее. ModelBuilder. Entity. Пуш-девайс. Хэсткей. Айдиа. Ну, по такой же схеме абсолютно. Хэст-рекюрит. Юзер. Окей. А, все. Визмейни. Визмейни. Стоп. Кейс-триммерс. А, все. Тут, блин. Кейс-триммерс. А, все. Тут, блин. Что-то меня раздражает. Возможно, это настроить можно, но мне как-то, как обычно, лень это разобраться. Вот эти переносы при определенном достижении длинной строки, да, автоматически. Мне вот это вот, конечно, не нравится, но это, ладно. И так, вот наша бацедана, в принципе, готова. Если я ничего не упустил, конечно. Все. Перепроверим. Ну, я имею в виду, по аналогии посмотрю, как бы... Ну, вроде, ничего такого не пропустил. Ну, все тогда. Когда создадутся эти таблицы, да, наверняка вопрос у тех, кто, допустим, не знаком, если с этим методом. Впервые, когда мы обратимся к базе данных через код, вот тогда и будет создана эта база вся. Ну, разумеется, я пока что буду для теста разворачивать все на локальном серваке, ну, то есть вообще на этом компе, да. Вот. Ну, и база здесь же, на нем же. Потом уже это будет в другом месте. Все, с базой закончили. Теперь. А теперь мы создаем контроллер. mtapi.controller. И назовем его... Так, что у нас сначала нужно? Регистрация. Так, ну, это юзер, значит. UserController. Так. Значит, да, вначале небольшая подготовочка. Все... Все ответы у нас будут в унифицированном виде. Будет класс «Response Т». Это, как это называется, забыла, обобщенный класс. Обобщенный тип. Ну, да, Бобер, привет. Это на основе ISP.NET MVC. Но, как бы, именно шаблон, то есть, мы пишем API-контроллер, а не сайт. Так, значит, здесь у нас будет всего два поля. первое поля это типа «Т», item. Ну, опять же, кто знаком с обобщенными типами, тот уже понял, что это такое. И второе поле это будет статус. Вот. Ну, тем самым, то есть, у нас будет всегда практически или даже вообще всегда от сервера приходить ответ в виде «Response Т», в котором «Т» будет именно то, что мы хотим передать, а в статусе будет «Если все хорошо, то там будет пустота, либо ок там, ну, подумаем сейчас». А если тут будет «Null» или «False», в зависимости от типа, да, короче, какая-то ошибка, то тогда у нас в статусе будет непосредственно какое-то сообщение, которое позволит определить, что произошло, что пошло не так. Вот. Значит, для регистрации у нас будет в ответе приходить так, в принципе, а в принципе тут просто «Bull» достаточно будет, то есть просто зарегистрировано или не зарегистрировано. Я думаю, нам «User ID» возвращать незачем, да. Вот. Соответственно, так, это будет «Метод пост», разумеется. и в тело мы будем передавать так, я не создал модель. Ну, у меня, как бы, в лице выименование модели такое, значит, что «User», да, в какой-то метод передается «Post», ну, то есть используется в каком методе «Post», и слово «Module». То есть у меня, так как бы, очень для меня это очевидно сразу, становится, для чего этот класс нужен и где он используется. Значит, здесь у нас будет «Пум-пум-пум», где это у нас штука. Так, то есть мы на сервер передаем, а, мы только передаем логин и пароль, только пароль у нас будет в текстовом виде, естественно, именно на сервак именно передаваться будет в текстовом виде. Ну, я не буду использовать никакие защищенные соединения там и прочие штуки, и тем более я не буду нагружать клиент шифрованием пароля, именно клиент. Так, я думаю, это не тот сервис, где нужно еще шифрованное само соединение делать. К тому же, честно скажу, я этим никогда не занимался даже. но на сервере будет, конечно, у нас хэшээсэн хранится. Так, стринг, логин, и стринг, пассу. Все, я думаю, больше ничего не нужно. И, соответственно, сюда мы передаем userpost опять же, если кто-то не знаком с этой вообще опи-контроллером и прочим, да, ну, это, ну, вообще, как бы, еще раз расскажу, или даже не еще раз, а первый раз. это будет restful service, в котором будут все данные передаваться через JSON объекты. Ну, вот, здесь, ну, то есть, это специально уже, как бы, готовый такой, как сказать, оболочка, в которой вся сервизация, десервизация происходит там за кадром, и то есть, здесь я просто пишу, что я хочу получить сюда вот такой объект. И, соответственно, когда пользователь обращается к контроллеру user, методом post и присылать в JSON объект, который совпадает с user.post.model, то у нас в этом методе, ну, придет, в этом объекте будет уже готовые десерверизованные данные. Ну, то есть, так, для удобства сделанного. Значит, что мы будем делать с этими данными? Ну, во-первых, try.catch, так, то есть, если произошло какое-то исключение, то мы сразу же return, и, ну, bull у нас имеет по умолчанию false, поэтому мы не будем писать item false, а статус мы запишем, ну, собственно, исключение. Да, я знаю, это не самая безопасная штука, в плане, что она может спарить какие-то сервачные данные, там, типа, может, какое-то имя таблицы, там, да, но пока для дебага, я думаю, пусть сойдет, так и будет. Значит, если у нас user-postmodel равен null, в каком случае он равен у нас null, в том случае, если пользователь обратился в контроллер-юзер методом post, но прислал какой-то неверный объект, с другими полями и так далее, значит, в этом случае мы возвращаем опять же false, а статус записываем, все сообщения будут на русском, я думаю, потому что, ну, о чем, мы для русских делаем сервисы, российский сервис, все на русском стримеры, кроме Торниса, ну, в общем, будут чисто на русском кроще сообщения для удобства, так, значит, ну, можно, конечно, завести какую-то константу, но я думаю, просто буду копипастом здесь все делать и все, ну, я говорю, я не буду идеальный код сейчас показывать какой-то, так, прислужим, неверный объект, значит, так, нам у проверили, теперь, так, проверим, не пустыли поля, значит, и с паролем, то же самое с паролем, то, или то же, ну, как-то написать, ну, в общем, напишу, типа, логин и пароль, должны содержать его, они, ну, короче, они не должны быть пустыми, вот так, напишу, выдумывание текста ошибок, это всегда, та еще заморочкой, особенно, если они должны быть видны для пользователя, это, в принципе, видны только для программиста, в целом, так, но, который, допустим, пишет клиент, так, все, теперь мы, в принципе, регистрируем нового пользователя, кем образом это делается, контекст, а, ну, да, использую, значит, ну, using, это, ну, я буду, в общем, объяснять, такие даже базовые вещи, вдруг, кто-то там, не знаком с шарпом, или с какими-то фишками, да, поэтому я буду даже любые вещи объяснять, все равно нечего делать, пока пишу, ну, значит, using, это у нас такая конструкция, которая позволяет объекты, которые подвержат уничтожению после использования, сразу после закрытия фигурной склопки, собственно, их уничтожить, вот, и мы здесь создаем новый экземпляр нашего контекста, то есть, модели, базы данных, так как на самом онлайн-детектор-контекст, вот, создали новый экземпляр, а, ну да, там, нет, не подключено, вот, и теперь мы просто берем этот контекст, нашу таблицу users, и добавляем нового пользователя, в котором прописываем, значит, ID у нас, разумеется, GUID, UGUID, то есть, новый генерируем ID-шник, логин, логин, у нас, логин, пароль, пароль, а, фу-ты, какой пароль, пароль, да, сейчас эту строчку с, кодированием, с кодированием в SHA-256, возьму из со старого проекта, чтобы мне там не возиться, я просто не помню, как там точно, классы какие, сейчас, 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 где это, где это, где это, где это, где это, где это, даже видно на стриме, вот, так, а, ну да, это же не тот файл, но я, как бы, в принципе, раньше еще логику саму отправлял в отдельный файл, то есть, отдельный, как бы, слой логики делал, ну, это маленький проект сейчас у нас, поэтому, думаю, нафиг, надо еще от этого заморачиваться, в принципе, вообще не надо, то есть, прям в контроллерах у нас будет непосредственно логика, ага, нашел, вот, то есть, у нас есть статичный класс SHA-256, и, ну, мы создаем его экземпляр и вычисляем хэш из строки, которая у нас содержит пароль. Должно в итоге получиться приложение, которое будет присылать, пуш-оведом, ну, получать пуш-оведомление о начале стрима, стримеров, которые ты добавил в избранное, но, конечно же, не будет авторизации из К2ТВ, ну, потому что, ну, я не знаю, как бы, возможно, кто-то будет не доверять, там, да, скажет то, что, о, я еще должен пароль в твоем приложении вписывать, поэтому регистрация будет внутренняя, но зато не пропадут никакой список избранного, то есть, он будет именно на вот этом серваке храниться, на дополнительном, то есть, никакие смены портала там не испортят настроение, так скажем. Ну, вообще, как бы, Прога делается, в принципе, в первую очередь для себя, то есть, если ей буду пользоваться только я, я не сильно расстроюсь, как бы, да, плюс я, вот, ну, хотел, всегда хотел что-нибудь застримить именно по программированию, обычно-то я игры стримаю, ну, так что, для меня это тоже такой интересный опыт. Все, мы здесь все запомнили, ну, и, соответственно, мы сейчас пишем, я тут, наверное, догадался, сервера, а клиент будет попозже, когда мы хоть что-то на сервере запилим. Вот, добавили юзера, а теперь мы создадим какую-то промежуточную переменную с Access, в которой контекст на Safe Changes надо вызвать, да, то есть, ну, принять изменения, вот, но он возвращает интерское число, то есть, если он вернул больше нуля, то тогда это значит, то есть, с какой числа он вернул, столько строк он и изменил в BD, то есть, другими словами, если он вернул ноль, то значит, что-то пошло не так, какая-то, ну, что-то, ну, почему-то не записались строки, тем самым, можно сказать, что если оно равно нулю, то значит, это как бы ошибка, вот, и поэтому я как бы делаю вот таким образом обычно, то есть, ReturnResponseBull, ItemRавноSuccess, то есть, если Success True, то мы вернем True, если Success False, то мы вернем False, а статус, в зависимости от того, если Success True, то тогда мы вернем StringEmpty, Пусть будет все-таки пустота, а иначе мы вернем, например, так, ну там, ну, произошла ошибка при попытке нанести данные в BD, ну, пока так будет, да, пускай, все, регистрация написали, значит, авторизация, так, авторизация, вот это у нас тоже пост-запрос, по идее, так, как же сделать, придется отдельный контроллер, наверное, писать, хотя, стоп, стоп, можно же сделать, чтобы регистрация, авторизация, это был один метод, да, точняк, сейчас, так, так будет, более универсально, ну, для упрощения, так скажем, да, возможно, в каком-то большом сервисе, я бы не стал так делать, но в этом, я думаю, сойдет, то есть, здесь будет поле ID, только оно будет именно nullable, вот, и будем проверять, значит, то есть, если мы регистрируемся, то мы ничего не присылаем, а если мы авторизируемся, то мы присылаем, и если мы приставили ID, и более того, он еще есть в базе, то пытаемся авторизироваться, значит, так, так, сейчас, значит, тут еще, сейчас, сейчас, так, вот тут получается проверка, это будет, если user post model ID has value, ну, то есть, что-то содержит в себе, то это будет одна логика, а если нет, то это означает, что мы регистрируемся, то есть, если нет, то сразу регистрируемся, а если что-то содержит, то тогда, так, тогда нужно проверить, а если такой user, или нас обманули, неверно, ID прислали, значит, контекст, users, first-word default, то есть, найти, первопопавшийся, с таким условием, который мы сейчас напишем, либо, если, ничего не будет найдено, то он вернет default, то есть, null, так, и получается, значит, у нас, чтобы ID был эквивалентен user-post-module ID value, вот, если такой есть, ну, точнее, вот, проверяем, if user равно, ну, то есть, наоборот, если такого нету, то мы возвращаем сразу, типа, пользователя с идентификатором user-post-module ID не существует, как-то так, ладно, пусть будет перенесено здесь, хотя мне, ни хрена, вот, а если все-таки user-niting, то, значит, хорошо, тогда авторизируемся, так, значит, а, ну, хотя, ладно, то есть, нам придется опять вопрос сделать, конечно, можно сделать все в одной проверке, но тогда мы не сможем отделить именно это из-за ID, или логин, или пароль, неверный, так что, ладно, придется разделить какой-нибудь авторизировать, user-post-module так, users опять first-of-default, так, и теперь у нас другая проверка, теперь у нас логин должен быть эквивалентен user-post-module логину, и password должен быть эквивалентен вот этой штуке, и опять сейчас перенесет на 100-500 строк, ну хотя здесь возможно да, здесь надо перенести немножко, наверное, сейчас подумаю, где, ну, я думаю, тут нет смысла переносить вот эту вот сборку хэша в отдельный какой-то метод из-за одной строчки, так, что сделаю, тогда вот так, странно, где я умудрился простыть, жесть, на улице жара, хотя сегодня прохладно, и вчера было прохладно, так, значит, if авторизовать юзер равен 0, давай, тор, я думал, ты вообще не смотришь, что звук стреляет, тогда продолжим, ну, странно, не знаю, почему, возможно, так было всегда, просто я не, ну, не было слышно из-за того, что обычно какая-то музыка играет там в играх и так далее, так, где мое окошко, это студия, на чем я остановился, сейчас, значит, если у нас юзер не авторизовался, да, то мы пишем типа логин или пароль неверный, неверный, все, ну, как-то так, вот, а иначе, если все ок, а, ну да, я совсем забыл, так, таблицы юзера, у нас еще будет токен, токен, ну, как бы, можно, конечно, сделать отдельную таблицу для токенов, в которых еще будет их срок хранения, там, да, но, опять же, у нас простенький сервис, будет просто, просто токен ID, который будет фиксированный, то есть, у одного юзера только один, он не будет ни ключом, ни на какую другую таблицу, и так далее, но, это обязательное поле, стоп, нет, иначе, нам при регистрации, а, ну, она просто будет empty, да, по умолчанию, если я его не дадам, по-исути, ну, во всякий случай, руками напишутесь, ой, empty, вот, а здесь, здесь, как раз-таки, очень даже не empty, будет, здесь у нас будет авторизм, юзер, токен ID, нам нужно его отдельно создать, вар токен ID равно гуид, не гуид, и токен ID присвоить, токен ID, и опять, ну, это можно уже копипастить, а, да, почему копипастить, тогда нужно просто эту штуку закрыть вот здесь, вот так, то есть у нас в любом случае выполняется этот код, а, так, ну, тогда нам нужно возвращать этот токен ID, ну, значит, мы возвращаем гуид, а при регистрации нам как определить, успешно или неуспешно, не знаю, конечно, было немного ошибочно, все-таки объединять тогда, ну, ладно, сделали так, сделали, будем по статусу коду определять, ну, если по статусу, как я уже говорил, я практически не готовился к стриму и пишу все как бы сходу, придумываю все на ходу, поэтому, конечно же, ошибки вероятны и, скорее всего, будут, но, будем преодолевать, так, значит, если success, то, а, ну, можно тут, конечно, схитрить, но это уже такой, из разряда говнокода немножко, то есть, можно просто, скажем, сделать, если success, то gui-empty, там, да, а если не success, то какой-то там фиксированный, короче, gui-it, там, типа ffff, сделать и по нему определять, но я думаю, не буду все-таки так делать, потому что это уже совсем что-то такое левое, а, и нам-то все-таки придется разделить эти выводы, так и так, так как у нас разные возвращаются, да, ну, ладно, просто здесь таска первая, ну, здесь будет возвращен, если success, то токен-ид, а иначе gui-empty, все, вот теперь вроде бы авторизация регистрации завершены, я не знаю, вот мне писать сейчас сразу клиент и чисто авторизацию сделать, или все-таки в начале сервак дописать уже до какого-то функционала и потом пилить клиент, я думаю, в начале сервак запилить все-таки так, что нам нужно еще добавление стримера, собственно, так, это не контекст, это контроллер, так, это это будет называться стример, наверное, то есть запросить будет там так, сейчас я продумаю да, стример контроллер будет значит, у него будет метод кстати, а у юзера метод get нужен? наверное, нет, а? а, хотя нет, нужен, наверное, то есть хотя тут нет, все-таки непонятно, так, если получить всех своих стримеров, это ну да, это пусть значит так будет, если получить всех стримеров, то это будет юзер метод get, ну типа как бы мы получаем данные юзера все, ну а у него какие тут данные, у него тут данные только стримеры, а стример именно, это получить и записать именно от конкретного одного, вот так так response так сейчас мы пишем добавление стримера, значит это будет булл, метод пост, да, и модель стример пост модуль и здесь у нас нужно name ну и вот эти короче поля но пока что у нас этих полей не будет, потому что мы этого пока не реализовываем ну хотя как, ну пусть будут, будут просто пустые пока что, потому что они как бы не реализованы еще будут так стример просто модуль и здесь ну как обычно trycatch сразу return так status x message привет snap что я делаю я пишу клиент сервер ну клиент сервер программу которая будет определять твоих избранных стримеров онлайн и присылать пуш-уведомления на телефон кроме того все избранное будет храниться именно на этом серваке а не на эскадвашном то есть авторизацию эскадвашную требовать не будет и избранное не пропадет если там опять какие-то адольфные действия будут непредвиденно так что хотел а ну да ну надо проверить так так trimpostmodule здесь все равно ну сервак потом будет висеть у меня ну у меня 24 на 7 сервер вот но как бы потому что я в принципе это же некоммерческий проект и никаких гарантий я конечно никому не даю что он будет работать но по факту он будет работать я думаю 24 на 7 так в целом ну вот ну как бы говорю даже если это буду пользоваться только я ну это мне будет достаточно потому что именно мне этого функционала не хватает но если будет кто-то пользоваться еще то пожалуйста вот такая у меня философия не ну я могу потом в принципе возможно повесить на Windows Azure хостинг потому что у меня там есть подписка но правда там у меня рабочий проект который у меня там короче по работе но в принципе я думаю какой-нибудь можно порт 1 высвободить под это дело посмотрим короче это будет потом надо сейчас написать это самое главное так я че трясинул то возвращаем тогда сразу статус так надо чтобы везде были фразы одинаковые вот так вот далее а ну да здесь же я попутал в смысле не попутал а забыл здесь же еще нужен этот токен привет Quad Games так токен добавили далее значит нам нужно проверить собственно у нас есть какой-то юзер что еще один чатик нет это не клиент чата если ты об этом значит надо проверить есть ли у нас юзер у которого такой токен или нам какой-то левый токен вообще прислали значит var user не знаю может в описании написать просто уже который раз спрашивает ну хорошо что мне еще делать кроме как отвечать на такие вопросы программа будет определять стримеров из избранного находятся ли они онлайн или нет если да то будет приходить пуш уведомлений на телефон вот и как бы коллекция избранного будет храниться на серваке на этом а не на скадважном что приведет к тому что она не будет сбрасываться при этом ну каким-то там каких-то там действиях адольфа и так далее ну мне не сложно отвечать на эти вопросы так что ладно это лучше чем сейчас время буду тратить но только сразу говорю что клиент именно я буду писать под Windows Phone и Windows то есть как бы никаких андроидов iOS не будет но при этом сервак будет универсальным так что если кто хочет пожалуйста пишите клиенты под Android iOS не проблема вообще так значит теперь мы ищем юзера значит first.org default а что ты именно разрабатываешь так вот и тут мы как раз таки проверяем токен ну то есть есть ли такой токен ID который совпадает с streams postmodel токен ID то есть если есть значит все это мало того что такой юзер есть значит что то есть токен ID это конфиденциальные данные то есть если и прислали токен ID то все мы уже сразу авторизованы то есть нам не нужно проверять какие-то логины пароли и даже присылать потому что токен ID это как бы уже только знает этот токен ID только тот кто авторизовался однажды игру на XNA о это интересно кстати я бы посмотрел но пока что занят кстати а XNA разве там не умер он же вроде под студией 13 там уже вообще не пашет этот компилер контента этот вообще даже в моногеме не пашет я что-то пробовал вообще жесть или ты старую студию там поставил и все такое так юзеры нашли в смысле винфон нету 2013 еще не очень понял смысл фразы так сейчас нам нужно если юзер равен ну то тогда мы вернем соответственно так что мы вернем как-то как-то обозвать то ну неверный токен да типа того как-то ты имеешь ввиду какой-то xml или что в смысле я просто вот windows phone 8.1 sdk уже есть я уже на нем активно разрабатываю я просто про какой-то сдк так что я хотел а значит прислан неверный токен далее значит юзеры нашли нам нужно теперь взять контекст стример и добавить собственно нового стримера сразу принциализируем ну у меня просто ultimate studio и тут как бы сразу идет этот windows phone sdk и все 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 сейчас универсал ап вот это я пишу под универсал ап ну то есть там в одном solution сразу и windows и windows phone и как бы универсальное приложение ну наверно ты знаешь если в принципе подработчик вот и как бы все в одном месте вот так что-то надо было добавить а ну собственно SK2TV значит мы пересваиваем SK2TV а только не да начал писать но ясно удачи так ну пусть кибергеймы эти все тоже присвоим но как я уже сказал пока что это работать не будет ну просто пусть как бы код на будущее будет сразу написан о Delphi ну Delphi это же конечно жесть как по мне ну я в универе на Паскале писал и так представляю в принципе ну а веб это чисто вот ну именно я не люблю веб разработку но это чисто как бы мои предпочтения так скажем ну вот этот бэкэнд не считается я имею ввиду именно этот именно сайт вот это вот HTML это вся JavaScript это я не люблю вообще жаско дорого стоит хостинг на ASP.NET MVC некорректный вопрос хостинг на ASP.NET MVC стоит столько же сколько и хостинг на PHP или там на что на чем хочешь или ты имеешь ввиду именно Windows Azure не ну я знаю там этот RAD Studio сейчас там типа даже крутая довольно но все равно доступное приложение уже как-то не очень я не в эту область не очень пошел то есть понятно что профессиональные приложения они как были доступными так останутся но чисто такие юзерские приложения все-таки уже переходят в мобильную среду и вот а вообще-то Linux поддерживает полностью ASP.NET так что не знаю что ты там смотрел Linux уже давно полностью поддерживает ASP.NET потому что ASP.NET это open source полностью проект так твич а так Windows Azure именно стоит ой честно не знаю просто у меня подписка именно MSDN и там дается а так чисто Azure покупать я не знаю сколько ну там по-моему не очень дорого вроде ну не могу примерные цифры назвать даже не хочу соврать просто вообще так user id у нас соответственно вот этот user его id да ладно ну не знаю ну мне кажется вот ну не хочу обидеть но мне кажется это извращение какое-то немного ну может быть это только мое мнение но в любом случае я пишу нативно это в смысле C-Sharp ну причем Xamarin же тоже есть ну ты наверное знаешь этот типа на C-Sharp писать под Android и iOS но блин стоит столько что вообще все желание отпадает очень-очень дорого но заломили пипец просто цены так и ретурнем соответственно как обычно не ну просто ну ну ладно не будем насчет этого спорить ну нравится значит хорошо а ты что будешь писать как-то под XNA что ли на Delphi но это вроде нельзя наверное все-таки на C-Sharp а ну ты написал что недавно начал C-Sharp звучать 64 килобайта кода в смысле я даже не очень понимаю но в смысле то есть а 64 килобайта исходников что ли имеется ввиду это что ли то есть типа я могу легально написать hello world на 3 платформы ну да C-Sharp легкий язык вот так по крайней мере начать легко конечно глубоко изучать любой язык долго 64 скомпилировано но PPS это же вообще смешно что-то бред какой-то я не знаю пустой проект будет не больше весить случайно так так success так а ну bull возвращаем так и статус у нас будет так опять же скопируем оттуда вот такой можно написать hello world на OpenGL платформы кстати недавно прикол такой ну не знаю наверное это все знают но для меня было неожиданностью что-то с коллегами на работе обсуждали магазины приложений но у нас как бы как я под Windows Windows Phone другой коллега под iOS и третий под Android и обсуждали магазины там ну кто как проверяет какие приложения допускаются какие нет и все такое и короче в Android магазине есть приложение Hello World которое просто Hello World реальный и у него там что-то сотни тысяч загрузок там рейтинг пятизвездочный и комменты типа про говно типа вообще непонятно что делает и так далее ну и короче поржали нормально так вот ну вроде все тут да сейчас если ничего не забыл ну добавили стримеры ну все скрин сейчас глянем опа это что морской бой что ли да похоже а ты делаешь как бы для себя просто вот ну для опыта или хочешь чем-то удивить просто а же есть уже морские бои подвину с фон то есть и что у тебя будет такого там так теперь get запрос так возвращать он будет так ну возвращать он будет что-то такое другое а ну то есть ты как бы для себя делаешь что-либо опыта набраться да вот именно в этом плане а не чтобы именно покорить магазин так так я не знаю айдишник стримера надо отдавать по-моему не нужен да вообще хотя не нужен для редактирования потом понадобится точно значит нужен а именно твой код а ну в принципе я понял ну короче эксамарин блин жадюки реально просто мне кажется эксамарин должен был разрешить писать бесплатные приложения вообще на халяву популярность бы возросла очень так как-то называется на стример getmodel возвращает метод get так и в качестве параметра мы сюда передаем во-первых guid токен токен id и а и все а не какой все а стоп 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 а не нам как раз сюда надо передать стример айди точно значит тогда нам здесь сегодня нужно то есть если мы его как бы запросили то мы уже знаем это идешник еще раз отдавать давай удачи да не все конкуренцию кому что интересно будет смотреть один человек смотрит мне это достаточно так что искренне удачи желаю 2 3 параллельно так ну сразу опять exception значит тут обрабатываем еще по старой схеме так хоп а нет там же на другой тип превращаемого значения этом данном случае у нас помолчание будет ну что нам и нужно в общем то и теперь мы сразу using тут на null нечего проверять var context текст он new bindetector контекст контекст Так, user равно контекст, users, first or default, token ID, false, наш токен ID, который присланный. Ну, если, значит, соответственно, у нас user null, то мы return сразу, иди нафиг, и все такое, как там у нас был прислан неверный токен. Далее, если user найден, то надо проверить, а есть ли такой стример, а то может там какой-то левый ID вообще прислали. Значит, var.streamer равно контекст, streamers, first or default, так, ID, false, streamer ID. Соответственно, если streamer равно null, это может означать только одно. Записи о стримере, я думаю, так будет более логично, а то стримера, ну, тут же как бы не напрямую стримера, да, запись о стримере. Записи о стримере с идентификатором стримера ID не существует. Нафиг переноса в идите. Вот, ну, а теперь все. А теперь можно спокойно просто брать и return, new. Значит, item у нас... А, ну да. Сейчас. Надо все-таки это... Ну, отдельно решено. Можно, конечно, там прям, прям там написать new, но для дебага удобнее здесь, если начали создать переменную. Так, равно new streamer getmodel и тут, значит, кибергейм равно стример кибергейм goodgame равно тример goodgame twitch равно тример twitch sk2tv sk2tv primer sk2tv и name равно primer name Тут как раз таки перенос нужен. Так, и вернем, собственно, это и статус string не но сейчас мы пока что делаем просто чисто техническую работу которая но абсолютно такая бездарная но так сказать не знаю ну просто чисто механическое набивание контролов там типа до запрос ответ запрос ответ а самое интересное начнется когда мы начнем обнаруживать стримы онлайн потому что я же говорил что я не готовился и вот мы начнем короче html парсить там ну короче веселуха начнется чувствуем так кстати я учета сейчас только понял что я не подумал о том а как у нас будет то есть нужно какого-то написать бота но который будет на серваке постоянно работать и искать этих стримеров а как это сделать если честно не задумался то есть это же как бы обычно я привык что код у нас пассивный то есть его запускают запросом да а как мне сделать чтобы он просто всегда работал в принципе это не сложно просто где-то там где запускается сервак сделать какой-то метод бесконечным циклом там ну короче посмотрим вот для меня будет это кстати даже новый опыт в принципе все здесь вроде разобрались но еще редактирование надо писать по идее крон нет без крона обойдемся так редактирование будет возвращать бул и редактирование у нас это метод патт будет или пут по-моему патт правильно да вот это я не знаю точно метод патт он сработает как пост ну то есть он берет из тела инфо а да ну кстати не ну как мне кажется должно быть как-то предусмотрено ну короче придется насчет этой темы не дадут также есть это как-то называется процессорное время типа можно покупать ну короче родной разберемся где на самом деле по умолчанию у меня как бы два сервака ну я проверю конечно я буду вообще два сервака то есть один это который по работе у меня как бы да он публичный и это windows сержами на хостинг а второй это мой домашний комп который работает круглосуточно и тоже на нем открытые порты там 80 и ftp там но еще короче пара сервисов есть фс ну вот и на него я тоже могу опубликовать это и я вы именно на него и планирую вначале потому что ну на рабочий как-то все-таки наверное не очень ясно может быть мы посмотрим а вот на домашний по практике самое нормальное я думаю там не будет такой нагрузки что у меня прям майонет весь ляжет или сервак то есть в общем посмотрим будет как раз таки интересно посмотреть как все пройдет главное что я занимаюсь каким-то делом а результат уже посмотрю так ладно мы что-то отвлеклись что сюда передается сюда передается интересная сюда передается что-то ой ну да да не ну как то вообще-то не ну влево все тоже серваки они предотачены чтобы на них что-то работала постоянно так что мне кажется не должно быть ограничений то что это может быть за отдельную плату это да но как бы не должно быть такого что нет такой возможности не бесконечный цикл я затупил я просто подумал сказал не бесконечный цикл а таймер по таймеру будет запускаться раз в минуту наверно конечно бесконечный цикл это жестко слишком да и не нужно так часто проверяет так так значит когда мы редактируем то значит у нас будет то есть там нужно знать айдишник этого стримера привет никсель мы пишем прогу клиент сервер которая будет определять стримы онлайн ну поначалу на искать 2 тв потом может быть и на остальных и будет присылать пуш уведомления на телефон и база избранного будет местная а не искать важная вот то есть как бы не страшно будет дроп избранного на искать 2 тв что изучал на предмете технологии xml не было такого предмета но конкретно в чем вопрос типа то что xml комментарии не пишу блин это маленький сервис опять же тут это не обязательно можно еще включить авто документацию здесь но я считаю что в данном случае это не обязательно на это время сейчас тратить так еще раз . идея даем ну все до редактирования красоты а не 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 нам же еще должен токи токи на иди и я уже говорил начали стрима а что стоп серьезно был такой предмет я не помню зажди технологии xml а а ну там было чё то ну короче это какой то левый был предмет который даже не запомнил ну вообще xml а ну я все вспомнил вспомнил но там были эти xsl-fl-т transfirm оформирование там всякие теги xml все эти шаблоны какие то там печет писать ну короче всякая Ну, не нужная, но и так можно изучить. Все, все, вспомнил, да, значит, я соврал, что не было, ну, был, да. Ну, просто он настолько мимолетно прошел, один семестр вроде был, что вообще как-то там несколько лап просто зафигачил, по-моему, сдал и вся, зачет автомат. Или там экзамен был, не помню. Скорее всего, зачет. А, паблик не написал. Вот, то есть мы присылаем токен ID, чтобы, значит, определить пользователя. ID, чтобы определить стримера, которого мы редактируем, и, ну, собственно, данные. Так, стример под моду. Не думал, что кому-то уголок придет еще мой диплом, смотрите. Так, ну, тут почти копипаст будет. Так что мы копипасты сделаем и только отредактируем то, что нам нужно. Компьютер-сайенс, а что за универс с английскими названиями и специальностями? Так, пад. А, не из России? А, ну, я поднял тогда. А, откуда их, не секрет. Так, пад. А, пад. А, Латвия. Я понял. И, то есть там как, английский основной, да, язык будет в универе или что? Или ты просто для универсальности написал на английском? Так, токен проверили. Юзера, значит, проверили. А, ясно. Так, и теперь, значит, теперь вместо ADD мы находим такого стримера. А, так, 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 ID, equals, стример, так, модель, ID. Если, ну, как обычно, стример равно ну, то, или то, так, у нас вроде уже есть, да, где-то? А, вот было тут, во. Только одно слово поменять. Вот тут. А, нет, все правильно, да? А, нет, не правильно, тут вообще был. И с триммера ID. Стример ID у нас находится в стримере под моделлу. Иди. Так. Теперь, ну, собственно, раз мы стримеры нашли, то, значит, мы начинаем заменять name, присвоить стример, стример, а, не стример, а этот, стример под моделл name, стример с к2тв равно, значит, стример под моделл с к2тв, стример кипергейм, да, ну, опять не то написано. Стример под моделл, кибергейм, стример, а, что-то, 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 а, good game равно, это, и, что-то, что-то еще, да? А, ты. Похоже, это твич с его новыми правилами. Вот. Ну и, собственно, все. А концовка, она такая же. Тут только одна концовка может быть. Все. Редактирование тоже написали. Теперь возвращаемся в user-postmod, в этот, в user-controller. и пишем метод get. Как я уже говорил, метод get будет возвращать нам массив всех стримеров, которых юзер добавил. то есть, другими словами он будет возвращать response list streamer get model и метод, соответственно, get. И сюда нам нужно передать token ID и все. TryCatch, разумеется. то есть, как бы, у нас получается, что вместо того, чтобы сервер вернул HTTP 500 ошибку, internal server error, да, у нас будет он всегда возвращать вот какое-то сообщение с этим exception. значит здесь, что мы делаем? Опять токен проверяем, так вот этот код уже был, сейчас копипастим оттуда. Во. Вот так. так, а что здесь нет? А, здесь лист. Так. Значит, юзеры нашли, ну и все. Значит, достаем всех этих, тех самых, да. Значит, var streamers равно контекст streamers где? Где? А, где user ID equals ну, собственно, этот user ID select a new trimmer get model YouTube-мапку нажал. так, ну, собственно, опять начинается дополнение, это кибергейм, кибергейм, SK2TV, 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 goodgame, goodgame, twitch, 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 и name, 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 так, получили стримеров, а, турист, потому что он возвращает по умолчанию, ICWareable, интерфейс, а турист нам позволяет непосредственно эти данные получить с BD и уже работать с ними. Так, вот тут только одна, опять же, концовка, то есть, item у нас равно стримерс, статус, а, это string empty. вот, на этом заканчивается первая, первый этап, то есть, логика чисто вот это вот, как-то запи, ну, то есть, юзер, там, авторизация, регистрация, добавление стримера, получение стримера, редактирование стримера, то есть, теперь осталось на серваке сделать две вещи. первая вещь, это пуши, и вторая вещь, это, ну, собственно, анализатор активности, да, так скажем. Пуши сделаем уже потом, очень не скоро, то есть, мы вначале сделаем просто, чтобы клиент мог, уже клиент, когда будем писать, то есть, делаем, чтобы он авторизовался, ну, зарегистрировался, авторизировался, получал список стримеров, ну, именно на самом экране, то есть, без пуши просто, да, вот, и, когда это будет работать, тогда уже будем добавлять пуши, но сейчас я предлагаю сделать перерыв, потому что я уже, если честно, очень здесь хочу, так, я вернулся, интересно, как долго был микрофон включен, ну, не важно, короче, тут, косяк немножко обнаружился, ну, в общем, нельзя просто взять и сделать какую-то фоновую задачу для сервера, ну, то есть, просто, чтобы она работала непрерывно, это раз, второе, это, ну, я, как бы, пока сейчас, чай пил, погуглил немножко на эту тему, и, по-моему, ну, самое такое, вроде бы, решение, как бы, основное, это использовать Task Scheduler, это аналог крона, это так-таки, ленцового, но, я что-то посмотрел, там можно, самое частое, это ежедневные события, тут создать, ну, сейчас я рабочий стол покажу, так, вот, закрыл, что ли, он еще, так, тут, смотрите, фермеровщик заданий, вот, фермеровщик заданий, вот, и тут есть, создать задачу, нет, там вот, создать посту и задачу, ну, пишем, да, название, ну, папка, без разницы, вот, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, однократно, при запуске компьютера, приходит Windows, и, при внесении, журнала указанное событие, ну, блин, ежедневно, это, что мы редко, как бы, это у нас общение настраивает, как тут, каждые пять минут, делаешь, запуска, запуска, зашист, никак, вот, непонятно, связи с этим, а, типа, эти, ну, я понял, короче, 300 ежедневных заданий, да, и, ну, это, как-то, жестко, по-моему, по-моему, так там даже, ежечасные нельзя, ежедневные так-то, там, 10 тысяч на задании, по-моему, задать, а, 60 минут, если опять у нас задание в час, а, все равно 288, ну, блин, это, все равно, очень, как-то, на говнокод смахивает, а я хочу, чтобы было все хорошо, блин, как же это реализовать-то, не, стоп, как же так, блин, мне кажется, полно серваков, которых, что-то на фоне, выполняется, постоянно, или нет, не, 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 ну, подожди, может быть, как-то можно, пока нет, но я еще нагуглил, ну, вот здесь вот, easy background, task и на sp.net, и вот, вроде бы, чел приводит код, который, якобы, по-моему, делает то, что именно нам надо, да, или нет, многим понятно, какой, ну, но, опять же, ну, это, как бы, это крайний случай, если сейчас ничего не разберемся, то, да, можно написать, какой-то консольного демона, какого-то, который будет крутиться, постоянно, но, как-то это, так не делает, ну, странно, но это же такая задача, мне казалось, что это вообще не должно возникнуть никаких, этих, ну, сейчас погоним немножко, это тоже часть процессора отработки, вот это губление вопросов, это же, обязательное дело, практически, никогда не бывает ничего сходу, служба, ааа, ну, я службы никогда не писал, если честно, вообще, то есть, именно, чтобы как Windows служба была, но, можно попробовать, потому, что, консольное, оно же будет висеть, постоянно, не мешать, ну, там, да, сходу бы, а то, клоуэл, да и то, у всех, это, не, конечно, это можно сделать, чтобы скрыть его, из вида, это консольное приложение, но, конечно, вот, служба выглядит, как-то более, так вот, это, ну, как-то, более правильно, что ли, да, вроде бы, служба, она для этого однозначно, чтобы, чтобы служить, чтобы что-то выполнять, там, да, более, как-то, корректно, ну, хорошо, значит, гугляем, как создать службу, Windows Start, так, ну, да, с одной английской, так, так, читаю, а, не, не, вот, лох, 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 чё-то, а, там, значит, должен быть темплей, да, ну, ещё посмотрим, так не то, не то, так, класс, вертвью, фигурат, класс, винтус, сервис, так, не то, нету потому что его надо откуда-то отдельно скачать, что-то но нет человек, который будет каждые 5 минут делать fpi, кстати, это мне, знаете, все напомнило есть сервис, как же он называется типа каптидетектор, как же он называется вот это что-нибудь нет в общем, не помню, но, короче, есть сервис, который ты ему кидаешь в запросе капчу и он ее распознает то есть, любую капчу, даже очень сложная казалось бы, как же это работает, да? неужели прямо искусственный интеллект там, конечно, искусственный интеллект там, короче, наняли тысячу индусов и они, короче, распознают серьезно ну или китайцы, по-моему, индусы, ну там вроде все подряд, в принципе, работают с режима не найден а, где он открывает ссылка так, задание, положение в стол, шпунки, так на базе шпунки, так, где английская версия, на каких-то регионалы так, а у меня что-то нету этого шаблона, а где его скачать, стоп почему у меня нету? нет, 4, 5 но это ж не это, это виси ехать, но и глава может, он только в C++, да не, может быть а может windows до 100 а в а почему когда я нажал просто на сишат он не вывел он же все должен вывести или типа потому что это под папку но нашли хорошо так с контролем пока же не добавляем так и называться это будет называться это будет римс очевидно не было ничего думать сервис обувать копчу руками вот про это и речь они ну там платят чуть больше но все равно такие копейки что это чисто человеку который без исходности будет помню это что еще такой визуальный редактор а зачем он тут так программ сесту как обычно трога а вот и сервис конча сервис один я чё сервис 1 что ли назад ничего подобного хорошо пусть называются моим сервисом или это будет отображаться сервисах винде ну короче посмотрим потом кроме когда не делать так и чё там дальше написать так конструкторе а так чуть и компонент а она на момент локты не нужен а это вообще к чему так ну короче у него есть метод он старт и он стоп и он континью ну вроде все очевидно ну то есть он старт и мы в общем то запускаем таймер он стоп таймер отключаем так что он теперь у нас тут будет тогда глобальный таймер не помню чем отличается систем таймер с систем срединг таймер ну короче и возьмем там по умолчанию среди таймер таймер ну вроде бы все очевидно то есть ну то это сервер запустился сервер закончился и внутри вставляем логику какой нам надо да мне кажется никакого подвоха не должно быть но так что просто таймер равном и таймер стоп какой клуба а нету через полбэк не да да нафиг короче возьмем другой таймер так нет не трейдинг другой таймер вот дабл интервал так если мы хотим запускать каждую минуту то это сколько у нас там дабл получается то есть сколько дабл это в секундах да интервал наверно или миллисекундах там видео в конструктор надо передать ну короче там лямбду можно было конечно использовать ну ладно давайте потому что я не хочу дабл считать роста так 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 мне папык не надо значит воид вонтик а это конкретно что ли и а что за обжиг стоит еще ну ладно разберемся ну да в миллисекунды в принципе понятно ну там большое довольно число получилось было если честно минута в миллисекунде не ну так то здесь вообще то есть этот за 1 минуту 60 тысяч а, ну блин, тут что считать-то ну ясно, да да, 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 я понял уже не, почему 2 раза на 60 тысяча миллисекунд на, это секунда на 60 да ну не важно, мы же так написали а, ну да, имуж надо задать тогда, наверное а, ну то есть в этом случае в принципе а чейндж это что чейндж из старта а, ну это есть а вот минут а все понял я просто уже немножко завод с этими датами работать а вот тут можно же ну так задать 0 0 а нет минута 1 2 параметр а то есть сколько пройдет от создания таймера до того как он первый раз работает что ли так по ходу наверно ну короче тогда на второй раз так и чё старт надо да а нет то есть уже старт не надо тут он же вот мы только что указали то есть он запустится через минуту не допустим запускается сразу хотя какая разница мы сервис один раз запустимся не не люблю это визуально все создали и по-моему ой полно все в порядке должно работать так нам нужно сюда запихнуть этот реквестер так чтобы не мучиться опять же возьмусь с одного из выходочек проекта так 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 где-то было где-то было сейчас найду ну короче универсальный класс просто я уже давно написал и сделаю использую два класса сервизатор и реверклестер а здесь еще надо подключить этот датаконтракт джосин сервизатор так систем рантайм сервизатор подключаем для отечки так здесь у нас что а что-то клиент тоже надо подключить так microsoft не асистом а я же опять вам не виднете окошки систем нет а что-то вот это а но не ну да но уже написали ладно вроде больше ничего не надо так вот у нас уже есть метод get a post сразу все джейсы мне уже все ништяк ну давай я пока напишу а ну нам еще нечего писать ну тогда возвращаемся к серверу у нас нет метода которые тут ну то есть нам теперь нужно писать контроллер который будет запускать анализ с к2тв но главное что метод то один будет скорее всего на все смысл делать да оплатить конечно этот как его какой-то могил что-то забыл мы все его круче и забыл собак называть один html пак что ли это что такое а html агилите пак собственно у меня уже до этого парсила html так что в этом проблема думаю сильно не будет но просто придется опять ковыряча с веб-дебаггером это не веб-дебаггером эти веб-инспектором с к2тв сейчас ну короче всякие штуки там и так контроллер у нас будет называться так он значит нас чтобы дополнять анализ на хорошо значит это будет типа типа сейчас на имена всегда проблема ну пусть будет корр контроллер ну типа без него же вообще не будет ничего работать стринг сплит не такое не люблю надо чтоб все было обернуто как-то относительно хотя бы красиво а вот эти стринг сплит а потом замочусь этот код читать через год уже вообще просто будет каши а так будет все нормально и через регулярки это тем более не 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 вот никаких регекс это жесть полная я использую регулярки только в крайнем случае обычно если только простые какие то которые ну сразу видно что они делают некоторые пишут регулярки на пол экрана жесть там посмотришь что это вообще они сами понимают что там происходит ну блин не на может быть если там целый год сутками работать регулярками то они как-то читаются просто как книга может быть кому то но блин реально такая же то есть я в принципе я знаю регулярки да ну на каком то уровне таком базовом но работал с ними там даже но блин реально на них писать постоянно это просто уже потом не разберешь ничего через месяц уже ты просто не будешь понимать что написаны условия путаешься постоянно ладно так вот контроллер у нас значит метод у нас будет герой your оопер поднят а мы привет хвост ну вот это первый и кстати да я что хотел сказать я тут посмотрел пока чай пил что за этот стрим у меня где-то пара подписчиков по-моему прибавилось да я сразу хочу предупредить что ну возможно вы там типа думаете о стримы по си шарпа подпишусь да но вообще я об основном стримы игры как бы вот это у меня просто такой внезапный проект когда я это допишу то следующий стримы по си шарпа вообще неизвестно будут или если будут то когда то есть как бы просто предупреждаю сразу то есть это не будет канал на котором постоянно только одна программируем вот так что я хотел написать а ну собственно try catch хотя да try catch будем лог листи там консольки консольки а кстати как раз таки его слог нам понадобится точно сделаем все прям по фэн-шу ну да конечно хорошо когда в чатике кто-то какие-то новые эти предлагают вот вот сервис да вот я раньше сервиса никогда не писала сейчас это будет у меня на волоку а тогда нам пусть возвращает он стрим ладно не буду пендриться пусть возвращает респонс бул и здесь у нас а здесь здесь будут происходить какие-то чудеса сейчас так секундочку значит так нам нужно а что мы парсинг у меня есть соответственно какой-то там проект пару штучек где я это использовал сейчас я туда подгляжу чтобы вспомнить как это все делается а где именно я использовал а когда 102 т 불� писал чат до именно газобинфон он ли могу делаем на нынке и нет и нет и нет и нет а вот походу общаем и и и и и и и он удобен играть и и с короче во первых давайте значит сейчас вот у нас SK2TV у нас выходим на главную страницу у нас есть здесь избранная посмотрим можем ли мы отсюда туда вставить так может быть это так так то есть не переключая ничего джаваскриптами где-то тоже должно подъезжать а наверное нужно вот этот блок взять нет а ну проще вот так переключить так и получается просто взять а блин он что заменяет что ли не понял то есть без джаваскрипта получается не как что ой жесть а стоп это другая страница это же другая страница так еще раз перейдем на вот sk2tv.ru slash favorites а я к соседским каналам не знаю я думал именно html но тут опи же нет а как это я не знаю по другому так вот значит на эту страницу переходим и здесь походу уже есть вот стримрист да только я забыл здесь же какой-то что-то палитру а больше не было такой фишки здесь же нет сейчас по-моему этого да все время забываю что здесь нету скопировать xpass так что мы войдем через склавный браузер rom чем любимый так то есть тоже в 12 да по-моему так и возьмем тот блок стримлист так категория так copy report overview и вот они пошли стримы отлично копии xpass давайте посмотрим что там за экспорт а вот так отлично хороший экспорт впрочем повезло не надо было докамер а утрен Нереально, мне пора гнути Да ладно Dream with JSON? Серьезно, есть такое? Нет, что-то один стоп от волн что-то был когда читал У меня что файлы .json открываются в студии что ли? Это именно закладки? Эти избранные что ли? Или так? А, это вообще все А, стоп! А че я, блин Стоп, да 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 Вот я затупил и никто не подсказал Зачем мне избранные? Мне ж все нужны Ооо, жесть, да За сколько? Мне ж все нужны то, но Ну так, блин, если в JSON, так это же вообще круто тогда Вообще не нужно HTML парсер тогда Я не знал, что есть API Но они, блин, документацию не написали Давайте угадываю По-моему так, что ли Ну, JSON, разумеется, стандартными связками Ооо, ни хрена себе Ооо, ни хрена себе Стоп, а почему он считает, что там разные типы? А, наверно, потому что просто их много Ну, конечно, там будет один Так Ну, значит, будет Класс Stream StreamCount Аккаунт Анонс А, ну, пока это спектрерный А, ну, не знаю, по крайней мере у меня пока всегда нормально работает Так Так Сервер, значит Назовем этот класс 102.TV Именно файл Аккаунт 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 Ну, кроме инвалид Type Сейчас посмотрим Если Пока все накопирую Потом будем разбираться Что Почему Динамический объект О, не, я такой Не использую Можно Там, в принципе, да Просто Object Да И потом Вытаскиваем Короче Таким 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 ТXT ТИК Да Тар ТИК Как Продолжение следует... 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 да это тоже лист почему-то он это не распознал как лист не знаю почему но это лист вот почему там была такая путаница потому что он почему-то не распознает как лист так вот первый объект стрим значит у него поля ну скорее все тут все правильно значит id int парк категория int категория string почему-то хотя по-моему тоже int вообще-то да но категория явно int далее тайтл стринг понятно стример юит а стример юит по моему тоже любому хотя все это мне по барабану я все равно это буду всего лишь хранить нет это вообще не можно было принципе вообще все стрим ну ладно так ты имеем description там тамбнел как тамбнел у нас ссылка тогда я думаю можно сразу в юрия и он-то по-моему сможет и сервизовать юрию ну ладно пусть стрим будет превью тоже ссылка нечего какие-то 18 плюс вообще булл должна ну и так рейтинг как тут можно много полезно еще на крен был все присылать так и по а вон как то есть нам нужно еще ссылка формировали так хорошо объект стрим у нас готов следующий стрим скаунт стрим скаунт у нас это непосредственно один объект всего лишь здесь тиви это сколько твой стримов не сок стримов но это теперь категория на короче оба инта ничего такого нету а а а а а а а а а это а А, кстати, такие же, по-моему, эти свойства, нет? Как и в той. Разве они со стримом не идентичны? А, чуть-чуть отсечается. Ну, он хочет встречаться. Вот, и теперь подходим к четвёртому, который, как-то таки, у нас немножечко наверняется. Так, в трём категории им будет называться класс. И здесь будут другие поля. Ну, вот они, в общем-то, да, вроде как? Вообще, SK2TV был замечен за говнокодом в Джейсоне, когда я чатик делал. Но, надеюсь, что здесь будет более успешно. Так, ID... FID, NAME, URL, LOGO, TRINSCAUNT, 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 TRINSCAUNT... Так, я по стране распознал. Но, не думал, не только Джейсона. Вот. Ну, вот, так же теперь это обратно ставим. Ну, всё, у нас объект, значит, готов. А, а рутобжит мы назовём... SK2TV... Стрим лист. Или стрим с лист. Не, по-моему, стрим лист. Не помню, заправим по-английски. Ну, ещё не так-то идёт. Ну, вот. А теперь тогда вообще этот код будет... Вообще чушь, вообще лёгкий. Значит... VAR REQUESTER... RALUNYUM REQUESTER... Так... А теперь... А, стоп. Стоп, он же конструктор у меня... А, он не знает что-то такое. А, я сюда-то не прописал, да, понятно. Так, куда бы мне его засунуть-то? Ну, ладно, создадим папочку. Назовём её Tool. Смотри, создадим папочку. Ой, класс. Зовём Request. Туда возьмём. И... Попку тут у нас. А, опять тут подключать надо будет эти все... Ну, а штоп, это тоже есть. А, вот этот дата-контракт. Конечно, тут вообще-то уже Newtonsoft подключен, но... Переписывать неохота. Ну, ладно. Переписывать неохота. Ну, ладно, переписывать не что-то и там. Так, вон, Request. А, вот на чатике Твича я как-то запоролся. Потому что у них Ирк. И это печально до такой степени, что у меня просто бомбануло. Когда я... Копался в их документации, так называемой. Которые настолько ужасно, что... То есть, вообще... Потом у них там есть пример проги, которые это... Типа там, да, как это использовать. И там такая жесть. Я просто... Ну, короче... Забил, честно, на это. Нет, во-первых, я пока допёр до того, что там Ирк. Ну, это ещё прошло время. Потому что я вначале пытался, как и на SK2TV, просто отловить этот Джейсон. Ну, я думал, что Джейсон. Отловить Джейсон там через Эрдебаггер. Ну, короче, блин. Немножко меня вымразил этот пич. И потом я уже забил. Ну, как бы, чё. Это же просто был так проект. От балды. Ну, с SK2TV это работает. Но потом я нашёл прогу. Называется... Ubiquitos. Она с исходным кодом. И там, короче, есть чаты для всех сервисов. Какие только знаю. Даже которые не знаю. И оттуда, значит, можно позаимствовать кое-что, если понадобится. Ну, то есть, там именно эти все Ирк подключения есть. Да, то есть, там доступ есть. Ну, вот. И всё такое. То есть, там нужно оттуда взять кое-что. Так, что я хотел. А, ну да. Какой там адрес был? Нет, честно, не ожидал, что здесь JSON стримов. Я мучился бы, мне на клиенте парсил, что на качмарке. Сейчас забыл, потому что у меня не превысился немножко такой запор. Я писал, чем. Короче, я вот так писал обычно. Так. Дальше ваш response. Не равно. E-wait. А, блин, а я хоть не знаю, асинхронные методы здесь вообще можно писать или нет. Э-э, этого я не знаю. Просто на телефоне-то обязательно писать. Ну, не обязательно, обязательно. А тут вообще время, не знаю. Нет, опять влажит, честно говоря. Так что тут непонятно с этим немножко. Да, у ГГ и Кибергейма, да, у них тоже есть. Насколько я понял. Но документации нифига нет. Вот реально, нифига нет документации. Нормально. Какие там данные авторизации используют, какое что, какие там порты, не знаю адрес сервисов. Свервер, что, что вообще делать. Да хотя бы написали, что у нас чат на Ирка снова. Но даже этого нет. И я должен догадываться. Там как-то открыть какие-то исходники там этого чатик или что-то такое. Ну, короче, блин, через одно место догадываться приходится. Так, а, не-не-не, не респонс, а просто иск2.tv-stream-list. Как-то не болит. В смысле? А, там лишняя скобочка. Конечно. И теперь нам надо. Тогда это не респонс. Тогда это не респонс. Вот. Сразу иск2.tv-stream-list. Точка. А-а-а. Да-да-да-да-да-да. Там был. Так как мы await не используем, нам нужно здесь еще использовать result. Так. Streams. А-а-а. Так. Все. Это уже у нас есть. Так. var-stream-list. И так для каждого стрима. Так. Как там? А-а-а. Ну да, получается, я понял. Сейчас. Сейчас продумаю запрос. Секундочку. А-а-а. Найти всех юзеров. У которых... А-а-а. У контекст не создали. В общем. Секундочку. Секундочку. Эти там уволюсты. так найти всех юзеров у которых так юзеров где которых у которых в них стримеров не так да не так найти всех стримеров но имеется ввиду в нашей базе у которых dsk2 tv будет эквивалентно я даже не так напишу напишу а не ладно ситуация эквивалентно string concat htp sk2 tv.ru так как в каком-то виде у нас сошел грибе суша я закрыл ага без суша то значит вот это вот это стример то есть мы теперь нашли всех всех стримеров из нашей базы у которых dsk2 tv канал совпадают с этим который мы текущий рассматриваем а теперь нам нужно для этих стримеров то есть получается у нас циклов цикле для этих стримеров стример стример сушат そном и туда отправляем но у нас этого метода не это пока что кроме того я забыл еще кое-что кроме пуша нам еще нужно как-то это хранить инфу типа ну чтобы то есть отправлять к чтоб крепок запросить кто онлайн сегодня онлайн но нам же нужно какое-то поле соответственно в базе данных ну то есть чтобы как-то это хранить что он онлайн или он не онлайн не очень понятно как узнавать только пуши и будет получается у нас здесь будет поле причем я то смысленно делаю только одно поле онлайн то есть когда будет поддерживаться несколько сервисов то у нас онлайн будет true если хотя бы на одном из сервисов он онлайн потому что ну мне кажется как бы нету смысла разделять данные случаи ну то есть мы больше подавляющей большинстве случаев если стример онлайн то он онлайн на своих всех каналов которые у него есть которые он использует обычно вообще по умолчанию скорее всего на искр 2 тв будет перенаправляться но это уже вопрос развития клиента то есть в самом простом видео он будет перенаправляться например только на искр 2 тв потом там уже может что-то делать чтобы это выбор был еще что-то смотря когда идут руки или нет вот соответственно а как же нам нам же нужно тогда то есть если это ну короче оффлайн надо тоже выставлять сейчас подумаем тогда похоже не так сейчас то есть нам по-любому тогда нужно все таки пробегаться по всем юзерам потому что нам нужно выставить оффлайн если он не онлайн привет ESR делаю значит клиент серверное приложение которое будет обнаруживать избранные стримы то есть находятся они в состоянии онлайн или нет ну пока что ск 2 тв только и будет присылаться пуш уведомления на телефон причем избранная будет храниться именно на серваке то есть всякие дропы избранного на ск 2 тв но нельзя так значит контекст контекст users наверное даже так не контекст users а контекст стример то есть мы пробегаемся по всем стримерам которые есть в избранном нашей базе данных и для каждого стримера ну не знаю я в принципе в первую очередь для себя делаю но если кто-то еще захочет пользоваться пожалуйста ну просто мне этого не хватает функционала и я хотел это сделать а так и нет ну по идее сервак 24 на 7 будет ну я никаких гарантий естественно не даю пожалуйста люди кто хочет может пользоваться то есть ну сейчас начали написать надо так для фана пишу в основном то есть ну просто развлекаюсь так вот значит сейчас забил меня смысл а теперь мы просматриваем мск2тв стримлист стримс и если там вот точно если там есть а тогда это даже будет есть и не такая такой метод то есть если там есть такой у которого а а а так вот вот штучка только место стримки будет и так если это эквивалентно стример ск2тв то есть простыми словами если у нас в нашем пришедшем массиве стримеров найдется такой у которого ссылка на стрим совпадает с текущим просматриваем стримером из нашей базы так и на пусть кажется так и называется из онлайн вот если так то стример из онлайн а в общем то да просто берем стример из онлайн и присваиваем тому кто там будет то есть если у нас найдется значит он онлайн и нас присвоится true если не найдет значит он оффлайн и присвоится false так еще вопрос почему выбрана реализации сером не то приложение которое сама человек сказал оригинально хороший вопрос я просто это уже обсуждал с e-wolf долго довольно в скайпе но вы конечно же об этом не знаете потому что то есть ну ты видимо не очень знаком с концепцией приложения на телефонах современные именно сейчас никакие приложения не имеют напрямую функции автозапуска потому что сейчас очень жесткая экономия аккумулятора и экономия памяти в принципе экономия памяти была всегда вот но как бы да то есть сейчас такая концепция что приложение которое не нужно запускать но прям нету жесткой необходимости то тогда оно не должно быть запущено то есть например вот взять какого-нибудь клиента например вконтакте да именно клиент для телефона то он ну ты конечно можешь его запустить там посмотреть какие-то новости что-то ходит что там хочешь сообщение переписываться да но обычно ты как бы его на у тебя закрыто то есть именно приложение закрыто ничего не висит в фоне полностью закрытое приложение да но при этом если тебе кто-то что-то написал вконтакте да и то тебе приходит пуш уведомление но это типа эсэмэски так вот приходит но только пуши называется и ну ты можешь его проигнорировать либо тыкнуть там и откроется это сообщение клиенту вконтакте то есть фишка в том что приложение не запущено но все равно приходит уведомление вот и у тебя не шрется не аккумулятор не память а трафика вообще мизер мизерный этот пуш-центр он единый на всю платформу а не на каждое приложение ну вот и трафика там вообще мизер просто живется в ожидании пуши и получается что это очень экономно и хорошо а ты предлагаешь чтобы мало того чтобы приложение фоне висела так еще и пользователь должен его открывать чтобы узнать что там это какие-то стримы онлайн вот то есть это вообще никто конечно ну по поводу последнего пункта там можно сделать локальные пуши то есть приложение само себе как бы пуш присылает но однако вопрос тем что нужно фоне висеть остается к тому же если в андроиде там как бы такая система да немножко немножко ну короче она такая типа свободная вся и немножко говнокод в общем это приложение могут фоне реально висеть то есть ты их сворачиваешь они как в настольной операционной системе процесс висит в фоне да это на самом деле не производительная роскошь и в ios и windows фон такого не допускается то есть когда ну в старых ios допускалась вот в последнем нет ну 7 и 8 уже нет то есть когда приложение сворачивается она уходит в сон как правило но это уже система сама решает она может его отправить в сон а может не отправить это зависит от того как она решит то есть например ей хватает там памяти или нет ну короче это система решает поэтому пользователь не должен полагаться на то что приложение останется фоне вот и соответственно на ухо и сон и когда нужно ты можешь его развернуть и она тогда выходит из сна и как-то ну дальше уже работает естественно там есть исключение типа там плеер то чтобы фоне работал но это исключение то есть это отдельная вещь не себя так изделия нет я делаю под windows фон ну смысле это вообще сервер да клиент будет windows фоне ну короче универсальное приложение вот а это вообще сервер так значит так зачем остановился мы перебрали всех стримеров онлайн и и тогда нужно здесь получается блин это получается отдельно что ли цикл сейчас нас же в этом цикле не получится но они стоп как раз таки да точно как раз таки здесь мы это и делаем только при одном условии нам все-таки нужна переменная все-таки нужна переменная значит мы делаем стримеры из онлайн присвоить из онлайн а здесь у нас будет так ну короче ладно пока без комментов не держу но просто у нас же нет этого метода вообще так и из онлайн то есть только если онлайн то тогда сэнд пуш вот все всего лишь один цикл когда получился нормально вроде ничего да не забыл как на скидку так вроде бы тогда можно приступать к написанию сервиса так вот а здесь у нас получается так сейчас минутку или пару минут а подавали так продолжаем теперь мы тут пишем сейчас это подумал кстати у нас же сервак получается локально будет относительно сервисы значит то есть по сути там будет 20 0 1 походу все судя по всему так получается значит пишем так просто вот мой тупо короче ставить 7 0 0 1 пока мы можем васильку а что по имя контроллера написал все где-то просто стой но возвращает он респонку а 1 минетка класса где Spawns, 100 Spawns T, 100 Hair Item и Public String Status. Вот. Вот так что. А. Вот так. помолчали у нас тут будут пустые параметры я что-то как-то не рассчитывал с параметры у нас получили данные а вот здесь нам нужно взять логер сайты как она написала windows.eranplot напишем так сейчас вовсе жена событий в том числе что так если eranplot source resist source а сейчас что ли так это использование двух трактических методов а это создание ясно а чем отличается сэмпл аппп под аппликейшн 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 это будет видно где то во фото заголовки А, выкопаем. Так, ASLog у нас че? Что за application? Я не знаю, вдруг это подсистемно, хотя вряд ли не будет. Это вроде не написано, но это скорее всего. Так, ладно, сейчас почитаем. А, тогда не написано уже. А, логнейм. Все понятно. Логнейм, ну пусть будет это response log. Так, проверили, что дальше. Запись на сообщение, нажимаем, 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 нажимаем. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. А, ну я думаю, мы, наверное, записывать будем только ошибки. Успешные мы не будем записывать, а тут очень много. Посмотрим. Так, string message. Ну, message, понятно, где будет. Response status. Дальше. Дальше. Event log. Entry type. Либо. О. Стоп, а там source указывался, не? А, не да. Куда надо начать? Это. Ресурс. Ресурс. Вот это. И вот это можно еще. Ну, какие-то. Error. Филюр. Information. Success. Вот. Пусть будет. Первый. Но. То есть. If. Не. Response. Item. Вот. Тогда да. Ну, по-моему, все. Здесь. А, ну, он стоп. А, там и таймер уже нет. А, без порт. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. Ну, еще. Опылка прошла. Только. Не очень понятно. То есть. Он, как бы. Все равно. Это. То есть. Он, как бы. Пропишется в сервисе полностью. То есть. Ну, как-то он установится в сервисе. Или все равно. Нужно будет его запускать. Каждый раз. Ну, что-то. Да. С этим не очень. Я понял. Да. Странно. Я попробую. Сначала просто запустить. Что? Он, как бы. Здесь. Немного. Невозможно заплатить службу из командной строки или закладчиков. Сначала требуется установить службу Grimbo с помощью Install Util Exe. Затем я следует запустить используя программу Server Exe. Непонятно. Ага. Install Util. Install Util. Да. Я надеюсь, это интересно. Хотя, может быть, у сети есть? Что-нибудь такое? Нет? а это бежал studio команд про так как не его найти тут и должен быть там где-то а ну чё больше есть как вижу студию tools девелопер команд промпт да похоже да не двигайтесь консолька у меня большая параметра не очень понятно там уже через пробел имя этого файла что сказать так на первых соберем как религистра допустим можно проводить путь к файлам так так выполняется групповая операция остановки начинается это следующий параметр этап основки успешно выполнен начинается так фиксация это фиксация выполнена успешно групповая операция остановки выполнена посмотрим тогда службах что ли вот так еще что ли она должна же называться по-английски вот как он там стрим на S короче нету может теперь запустить а зачем следует ее запустить, используя программу Server Explorer, я так понимаю же это и есть а это наверное службы компонентов надо было нажать, а не просто службы по ходу тут же было вот службы компонентов может тут ау как-то все найти я вообще здесь, сам это не тратенько я не снимал все, именно с службами а поиск вообще есть? это не особо что-то ладно, тогда погуглим ну что ли тут написано? ну что ли тут написано? запускаем запуск windows сервис install 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 да да не, ну это как его стартовать из именно именно отсюда но мне не нужно мне нужно чтобы он автоматически запускался а, ну на хабре наверное надо было бы читать статью до конца а а опа добавление установщика вверх поворот оказывается все таки это визуальная штучка-то нужна, да? так надо install так что первым можете поставить на тени аккаунт в локал системе 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 будет кто будет запускать это наверно network сервис пусть будет network сервис так во втором корректе ими сервер описание забыть поставить стартайк так локал-систем стоп, не локал, а имя streams онлайн онлайн-детектор надо начать без пробелов дисплейный вот модифис а почему здесь это интересно? надо будет нафравить датчик с модифисом так, у них тоже private так, название мейн сервис name а, может он main сервис называется? не, нету но в любом случае надо переименовать нифига не main сервис а, верно так этим это что в любом случае пространство и на у нас будет не сервис а просто тут а почему тут а понятно ну короче вот так будет ну далее, 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 где у нас все то опять возвращаемся вот он уже и переименовал нам и стартайп автоматик о как что дальше нам предлагает хабр логирование мы забрали, установка ну в общем то это сделаем а он должен был вообще-то появиться там попробуем еще раз эту установку потому что там как надо собрать но вроде выполнено успешно а вот есть отлично запустить отказ на доступ так а так а там запустилась значит вот четкость и сделаем нифига не ту которую я указал раздел закручивается так где-то не здесь не здесь не все вчитаем тогда пусть там какой-то был параметр ю или что-то такое а да а да и и и и и а наоборот что-ли после этого что-ли а что-то блин в другую сторону что-ли 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 опять инцент почему-то получился так все походу удалено да нормально а фиг на месте на месте ну я думаю если мы ее приустановим то наверное будет нормально и вот так не она была отмечена до удаления и учета надо вот и финализирует что величин непонятно чуть помечено до удаления так удаляйте но служба успешно удалена из системы написанной она ни хрена не удалена или обновление не работает отключена ну-ка установить еще на каждый раз пишешь что удалена а может надо не файл удалять как-то по имени службы как-то может надо install-util там slash u streams онлайн детектор Не, файл ищет, блин. Устал, утил, юлианинстол, стол выполняет программу установки в каждой заданной сборке. Если заданный ключ юлианинстол выполняет удаление данных сборок из систем, в противном случае выполняется их установка. В отличие от этих параметров юлианинстол применяется ко всем сборкам вне зависимости от их места в томатной строке. Установка выполняется как групповая операция. Ну, так, понятно. Странно. Ну, ладно. В принципе, службы работают. А, не. Топ, чё вы. Может, надо перепустить нафиг эту концерт, но вообще не должно. Да чё так эту кнопку там обновить, ну, блин, чё тебя не сниму, они не будут. Нету. Отлично. Так, ну, тогда должна установиться. Правильно? Установилась. Какая-то неконятная вещь. Ну, ладно. Всё. Разобрались. Установилась. И она, по идее, уже запущена, да? Так. Вот теперь обновить. О! А, не, не запущен. Запустили. Обказан с доступом. Жанна, локальная служба тоже нельзя. Значит, надо было юзера, не надо было. Всё равно для себя делаю. Запустил, работает и норм. Уполняется. И она, по идее, уже ошибки пишет в лог, да? А, надо проверить. А, нет. Она не пишет ошибки в лог, потому что... Или пишет. Она, по идее, вообще с их сообщеном должна вылетать в лог. Потому что я же даже тройкачин поставил. Ну, в смысле, у нас же не доступен ещё сервак. Так. Кор-контроллер. Ну что, по ходу сервак можно публиковать, да? Паблиш. Костал. Профильмейн. Local. Тост. Метод файл. Чистим. Так. Что-то там уже лежит, но это не важно. Так. Всего дарить проб файл перепроводитации. Ну и паблиш. Привет. Альберт. Да, если я правильно читаю. Прога. Клиент-сервер, который присылает push-уведомления, когда кто-то из избранных стримеров онлайн. И избранная хранится на своём серваке, чтобы не быть независимыми от SK2TV, в том числе и не требует авторизации SK2TV. Так. Ну-ка сейчас попробуем зайти на localhost. А, ну да. Кстати, нет. Подожди, а на какой я тогда порт прикал? Ну это стандартный, короче, нет? Так вот. Когда IS устанавливаешь, то там... Где-где-где-где службы IS? Не, стоп какой-то фиг. Я же нажал «Удалить», там все, говори, переписи, перепубликации. Так они должны поднявывать эту сайту. Не, не увлековалась. Сейчас если подняв, то подписывайтесь вattenе, то подняв. И тут публикация. Не увлековалась. Так, удалим, здесь все, что есть. так дадим себе доступ и публикуем еще раз а кстати даже не обратил внимание может там ошибка все было а поближ не все ветки кода возвращают значение а вот это я затупил понятно почему она не вывлекала все все падаешь такси вот стандартная страничка это наша api и даже наши вот эти все методы здесь видны вот 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 кстати так как у меня порты проброши так что вы даже можете получить доступ к серваку ну в смысле с клиент это понятно но я имею ввиду сейчас не надо вот ну все по сути мы сервак написали не считая отправки пуш уведомлений но для начала как я и говорил напишем клиент в котором будет без пуши просто хотя бы работа пока что дает не знаю стоит ли это делать сегодня потому что я уже это можно по москве так я что ты а я перепускал родились ну короче там уже я с 12 часов на обед не ну как если в чатике напишешь что типа давай щас то будем щас писать если хорош на сегодня значит хорош на сегодня сервак в принципе все готов на том этапе на котором мы уже ну правда мы конечно нифига не протестировали ну я предлагаю так начнем писать клиент но я потихонечку музыку включу чтобы а то я как-то привык но знаете обычно когда программируешь да тебя никто не смотрит и не нужно ничего болтать без умолку и сидишь какую-то музычку слушаешь и вообще нормально идет а сейчас я сижу мало того что в тишине так еще и постоянно комментирую то есть это для меня необычная ситуация так что я пожалуй включу ну только по громкости надо будет поподелиться чтобы она не глушила ну вроде вот так нормально да и самое главное нигде не отражается звук просто я сижу без наушников через колонки то есть они пересекаются с микрофонами можно заказывать музон в каком-нибудь если надо а так клиент 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 но и клиент вряд ли успею написать потому что все равно уже осталось так вот будем писать именно универсал апс ну проект универсал апс то есть одновременно и windows и windows phone но как бы в начале мы будем писать под windows phone ну то есть как бы ну так как он почти что универсальный ну то есть они постарались для универсальности но все таки разметка то нужна для открывающих экрана другая там да ну короче понятно вот так что пока будем чисто под телефон делать чтобы быстрее а потом это уже будет делать техники быстро подогнать под планшеты и комп и так называться она будет как ни странно streams онлайн detected но не но и и и и и и и и и у и и и и не и не а bon Ну, то есть, подготавливать к локализации или нет? Суть в чем? То есть, если я буду писать сейчас приложение с подготовкой к локализации, это означает, что, то есть, допустим, оно сейчас будет только на русском, да, но потом тогда будет, чтобы локализовать на другие языки, это будет вообще дело, вообще, шло просто там, ну, вообще, абсолютно быстро. А если я буду писать без подготовки к локализации, то потом будет довольно заморочно локализовать. Ну, я думаю, а вообще надо будет холода просто локализовать? Мне кажется, нет, ну, нафиг надо тогда. Буду просто писать по-простому, и все. Ну, как бы, просто так проще не локализовать, конечно, без подготовки к локализации. Так что, new folder. ViewModel. Так. Далее. Added new folder. Tool. Так. Added new item. Так. Plus. Requestor. Да я тоже не думаю, что локализация нужна. Так. Ща. Так, вот, где это, смотри. Потом окно, сейчас я опять этот код возьму, реквестеры. Но там этот, рабочий код его пока не будет. Так, идемте на еще Блин, кофе осталось Ну я думал тут буду сидеть, пробовать и попивать кофе Да какой там, постоянно говорить что-то надо Объяснять и прочее Сейчас скачаю последнюю версию приложения Поверим это все скачалось Включаем то, что не нужно Ну вот, наш реквестер сразу будет запросить Так, кроме того Ждем готовое Финайсер загнался Ну вот у нас есть main page Так, проверим Это, значит, главная страница приложения У нас на главной странице приложения Это будет авторизация Для начала Нужна подготовка Короче Как вот это всегда происходит Создается новая страница Для телефона А, стоп, это кривая Останавливается Нужно Останавливается Пересоздать Чтобы он там создал дополнительные Какие фичи Basic page Называется она main page Остается новая страница Значит дальше Выкидывается Вот этот мусор Вот этот мусор Потом Так Так Сейчас просто отсюда возьму Какой-то приход Вводим Что за него Там Вот Руками Руками Ну Значит Берем Добавляем сюда Ну Дата Контекст Здесь пишем Main ViewModel По названию страницы То есть MainPage Значит Main ViewModel Если будет какая-то ClientPage Так Далее Открываем Ну Файл Кода Этой страницы Здесь Сразу Убиваем Мусор Мусор Ну Блин Те комменты Они 100 лет не нужны Я так узнаю Дальше Мусор Добавляем Public Main ViewModel Main ViewModel Main ViewModel GetCept Мы еще не создали Main ViewModel Мусор Ну Мне не понадобится Мусор 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 И Мусор Нужные И Не нужны На Далее В ViewModel Создаем Новый Минент Class А во первых Base ViewModel Забыл создать Ну Как бы Базовый Класс Который У нас будет обеспечивать Необходимо, а и ночи все третий чейнджет для мастер-мемберс. Да. Да. и здесь пока больше, пока что больше здесь ничего, но еще понадобится, вот, и создаем, собственно, mp-model это паблик-класс, заследуется он от bc-model вот здесь отключаем, теперь здесь мы делаем вот так, data-context, присылаем новый name-view-model, а наше переменное с поля name-view-model, то есть у него это свойство мы присваиваем data-context в качестве name-view-model, ну, по-моему, вообще не общий вот, и на этом подготовка страницы завершена, и так вот каждый раз предбавление страницы, ну кроме ds-view-model для ds-view-model можно назвать мразь, просто слышно но зато код будет таким хорошим, ну, то есть ничего не будет такого громакодистого, все будет по полочкам просто разложено, ну, по крайней мере для моего текущего уровня мне нравится это все понятно и все хорошо будет так вот, вернемся к разметке вернемся к разметке, так я не знаю, русское название приложения такое сделать, ну, можно прямо английское оставить так, где будет написано так, где будет написано вход, ну, нет утеризация так, как его дизайнится сейчас, я думаю ну, допустим, у нас будет понятен здесь, ну, там, логи, пароль, да, кнопочка во баре, а как зарегистрироваться, какая-то отдельная кнопка, или что-то по-моему я на серваке чушь написал вам так не кажется? по-моему я на серваке чушь написал по-моему я на серваке чушь написал сейчас посмотрим на серваке чушь написал ну, потому что я не программист под андроэв так ну, я не буду тут холиват устраивать но у меня есть претензии контрольд мне вообще не нравится так мы, когда написали регистрацию, авторизацию мы, что, там сделали мы, подумали, что, якобы ну, я подумал да, будем так прямо говорить а, я подумал, что, типа, если я хочу авторизоваться, то я буду прислать ID а сфизари, откуда я узнаю не так же блин не так мы всегда присылаю только логин и этот да блин я тут реально напутал просто почему не под айфон потому что я не айос разработчик очевидно мне нравится экосистема windows windows phone у меня windows планшет windows на компе windows phone телефон xbox 360 и до недавнего времени сервак на windows сервере 13.2 был но сейчас у меня просто домашний конструктор сервак там может мне нравится экосистема мне нравятся продукты мне нравится си шарп особенно это касается си шарпа потому что объекты все это вообще такой естественный ответ достаточно и вообще политика нравится в целом что пишем пишем клиент серверное приложение которым которая будет обнаруживать когда стрим находится но когда стример из избранного входит в онлайн он будет присылаться на телефон пуш уведомления также у нас список избранного он будет храниться на своем серваке без угрозы что он пропадет из-за того что несколько двадцать вечер и тропнется ну каждого свои пожелания что я что запрещаю что ли пожалуйста если нравится так андроид можешь написать клиент под андроид сервак будет открытый пожалуйста api открою ну а пипа дам напишу ну короче документацию составе это если есть желание так я забудьте написать да здесь другая логика будет значит мы в начале ищем так и тут без этого ифа 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 ну короче мы поняли так это пока вообще закомментируем код а ну ну как хочешь то есть это по желанию абсолютно да то есть если нужна эта функциональность на телефоне ну значит кому надо напишет то есть я в принципе опять уже повторяем строго стрим то что в первую очередь я делаю для себя потому что мне хочется такой функционал но при этом мое приложение будет скорее всего публиковано в магазине и поэтому кто захочет подскачать так у нас москве закончилось что-то так у нас москве так у нас москвы мы там Миша. Так, значит здесь будет... Так, сейчас что-нибудь прочитаю. Эээ... Ну так, а не слышно? Да, не слышно. Эээ, значит... Я хочу именно, чтобы мне приходили пуш-уведомления, когда какой-то стример из моего изданного в онлайн входит. Ну, плюс, ну и при открытии приложения будет видно, какие сейчас онлайн, какие нет. Но в первую очередь, то есть открывать приложение, скорее всего, будет очень редко, потому что проще зайти на СК2TV и посмотреть сразу, да? А вот уведомления, это очень хорошо. То есть я просто что-то делаю, своими делами занимаюсь, у меня хоп-уведомления. О, надо пойти. Потому что я не сижу сутками на СК2TV, чтобы постоянно это следить. Мне нравится. Так, юзер-пост-модел. Значит, мы теперь здесь как делаем? Мы проверяем. Находим юзера. Есть ли такой юзер? То есть он просто будет, получается... Ну, хотя даже так, да. Найдем такого юзера, у которого логин совпадает с тем, который мы прислали. Если такого юзера нету, то нет, отнюдь это не ошибка будет. Это будет означать лишь то, что мы добавляем юзера. Ну, то есть это регистрация, она сейчас включается. Так. Если я верну, то вот так. Нет. Сервер... Сервер будет опрашиваться Windows-сервисом. Ну, то есть, ну, сервис, да, системный. Он будет раз в минуту отправлять запрос на сервер, а сервер после этого запроса будет, ну, проверять онлайн. И отправлять лучше видом, где имя, по-моему. И так, значит, есть юзерноут... Так, где... Потом... Так, ну, это, в принципе, там тоже внизу все есть. Что, как пик тут? А, ну да. Так, ну, а теперь, who else? Еще раз проверяю логику. А, ну да, я же не записал. Сейчас, значит. Если у нас нашелся юзер с таким логином. То есть, если не нашелся. То есть, если оннул, да. То мы тогда регистрируем и списываем логин и пароль, который прислал. Вот. А если у нас такой юзер нашелся, то, значит, мы считаем, что это попытка авторизации. И тогда мы... Во, уже тут не так будет немножко. Здесь будет следующим образом. If... User... Password... Эквивалентен... Паролю, который нам пришел. Так... То тогда... Мы делаем вот такую штуку. Ну, в общем-то, да, ну... И что? Как бы... Если SK2TV не онлайн, то вообще, да? Как бы... Ну... Неважно. А мой сервер, ну, по крайней мере... Как бы... Я гарантий не даю. Но, в принципе, он сюда онлайн. Ну, как бы... Ну, как бы... Ну, конечно же, всяко бывает. Там электричество отключить, еще что-то. На внешний хостинг я вешать, скорее всего, все-таки не буду. Ну, вот. Так что, ну... Без гарантий, но работать, скорее всего, будет всегда. Ну, по крайней мере, вот, пока это необходимо. А насчет странного стиля написания, ну... Ну... Я... Как поговорил, начали стрима, что... Я не претендую на идеальный код или что-то такое. Так... Значит... А, ну, раз там у нас ретун... Да, правильно, что мне нужно. Неважно. Так, значит, если у нас совпал пароль, то тогда... Так... Так... Новый токен ID придумываем. Все. Так... Это вам что-то лишнее, да? А, нет, это не лишнее. Это... Это... Вот пойдет вот сюда, в ELSE. Ну, опять же, у нас там ретун, так что, в принципе, нам это не обязательно. То есть... Как бы... У нас... Дальше код не пойдет, да? Если у нас сюда выйдет, чтобы он тут наступил, в любом случае. На телефоне приложение, оно вообще не должно быть запущено, если не нужно это конкретно для чего-то. То есть, например, если не хочешь посмотреть конкретно список онлайн-стримов для чего-то, да? То приложение должно быть вообще не запущено. А должны только приходить пуш-уведомления, чтобы оно не тратило оперативку. Чтобы оно не тратило аккумулятор. И чтобы оно не тратило трафик. А пуш-центр, он трафик вообще там не заживет. Так сейчас все приложения делают. Просто по идее, по идее, это sk2tv.ru должен был API какой-то сделать сам. И чтобы был один только сервер, да? Это вот sk2tv.ru. Но они же этого не сделали. А я хочу такой функционал. Значит, реализовываю сам. С помощью промежуточного сервера. А, ну... Не, нормальный сейчас вроде тут везде нормальный стиль c-sharp. То есть, я как бы уже не первый день на c-sharp не программирую. И вроде бы все как обычно. Не, ну то есть, да. Можно, конечно же, вот эту кучу вызовов, да? shd756.create.compute.hash.new... Вынести в какой-то отдельный метод, да? Чтобы там было типа create.shd756. И в скобке передать только текстовый параметр, да? Но что-то из-за одной строчки и в таком маленьком сервисе вообще неохота это делать. Вижу, собственно. То есть, это всего лишь вызывается только здесь и здесь. И все. Больше нигде в сервисе это не бывает. Вот. Сейчас еще раз перепроверю логику, потому что это можно легко запутаться. Значит, нам пришло, нам пришел логин и пароль. Проверили не пустые. Дальше проверили, есть ли такой логин. Если нет, то добавить. Вписываем логин, вписываем пароль. Так, токен пуст. И возвращаем goodempty А, нет, в смысле, да, goodempty и stringempty, если успешно. Значит так. Если у нас логин такой нашелся. То мы тогда, значит, пароль, который пришел. А, нет, пароль, который этого логина соответствует базе данных. Мы сравниваем с паролем, который нам пришел. Ну, их кэши, естественно. Если они одинаковые. Значит, это считается успешной авторизацией. Новый токен даем. Записываем в BD. Все нормально. Ну, вроде нормально. Паблиш. Паблиш. Да, можно будет. Единственное, только если кто-то конкретно захочется делать, то нужно будет мне написать. Потому что я по умолчанию не буду реализовывать сам механизм пуш-уведомления для других платформ. Но с первой же просьбы я это реализую. Да, конечно, не нужно будет код сервиса писать заново. Так. Так вот, значит, никакой теперь страницы регистрации нет. Значит, здесь делаем GRID PRO DEFINITIONS. Так, PAID AUTO. Так, две строчки у нас будет. Так, вроде бы да. Значит, stackpanel. Read RAW 0. То есть, на первой строке у нас будет stackpanel. Так, stackpanel у нас будет. Так, textblog. текст логин на шрифт побольше допустим 30 нормально и текстблок ой текстблокс ну короче мы привязываем текст этого текстблокса к поле логин в котором существует и делаем mod2way чтобы мы при изменении текстблокса у нас изменялось это свойство а это свойство мы создаем здесь но это что если что то не знали это pattern.nvvm это паблик стринг и пинг так а во втором текстблоксе так а во втором текстблоксе у нас будет соответственно ну практически то же самое с большими отличиями во первых здесь будет написано пароль а во вторых это не текстблокса а по-моему это называется passwordблокс не помню точно да и там не текст а вроде пассует ну то чтобы он этими был точечками когда угодно далее нам нужно далее добавить аббар 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 иконка у нас будет сэр ну это стандартные иконки они берутся из шрифта сего и значит текст текст там лейбл лейбл а что это принять или отправить или вход ну пусть будет принять не важно и клик на будущее ну пусть тогда будет и здесь ассет ассет клик ну название обработка событий так включаем так в ассет клике у нас будет разумеется логика вообще не связанная с сервером потому что нам нужно через viewmodel действовать здесь будет примерно следующая логика var response равно pin main viewmodel аааа это типа автореус так не совсем await а здесь есть автореус так ну там еще нет этого метода аааа значит у нас ну напишем ладно что этот метод потом весь разберем а ну да значит ну во первых он ассинг потом он task и response а я здесь еще не создал так сейчас а а так folder model так new item вас response адрик response t там ну можно было скопировать оттуда немного немного оттуда а да тут да что ж так так response будет нет здесь response будет да то есть у нас ну сейчас короче я объясню зачем то сразу напишем короче здесь мы так проверяем если не response сайтам то есть если у нас сайтом fall то тогда мы await new message диалог туда мы записываем response статус и show оси ну короче я показываю мне message box ошибки в случае если у нас там что то не удача в случае успеха так сразу же создадим новую страницу называться эта страница будет клиент page и я и пока ничего делать не будем просто чтобы она была под класс так else train то есть если у нас все успешно прошло то мы перенаправляемся на клиент page вот но здесь вот должна быть логика довольно таки интересная то есть у нас должна быть именно какое-то определение что это авторизация или регистрация хотя это будет да почему он а потому что я забинтил два раза логин я думаю что это странно но здесь будет понятно в начале реквестер так добавить добавить шпионские модуль не забыть microsoft уже добавила там же библиотеки микрософт так какой выйти реквестер а ну так делаем так я обычно здесь делал через ресурсы то есть как доклад ну как для локализации ну так как я решил в этом приложении отказаться от этого стопа сюда ли он не видит а потому что только для windows фона нет 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 наоборот на windows фоне нету да а если мы туда добавим а так вот на чем я остановился а обычно это делал через ресурсы но сейчас в другой случае так что мы делаем паблик стопа static string-метод под названием getServerUrl он ничего не понимает, а возвращает он следующее http//89222.166.108 ну типа адрес сервера должен быть приложение записан и можно даже слэш и не только, еще API сэш порт у нас 80 далее ну вот здесь мы соответственно просто пишем getServerUrl плюс название контроллера название контроллера у нас user varResponse равно await requester пост возвращает он response будет а принимает он какую-то какую-то хрень не помню ну какой-то там типа user post model но не переписываешь но не переписываешь его руками правильно? что делать то? а ну да так 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 model add new item class user пост на клиенте на клиенте я все классы переную без слова model поскольку на сервере у меня почему слово model потому что чтобы не пересекалась с именами таблиц ну точнее сущности в контексте в контексте а здесь вот такой проблем нет поэтому я здесь без модели это user post user post и собственно сюда мы вписываем тело то есть user post ну и специализируем его конечно же а ну здесь прямо в одной строчке логин равно логин password так а вот теперь нам нужно распознать ответ то есть нам нужно чтобы клиент понял он авторизировался или он зарегистрировался ну то есть или что там ну короче что-то произошло сейчас еще раз проанализирую ответ у нас значит он вернет вот так проблемка у нас он гуи темпти может вернуть в двух случаях когда у нас ошибка потому что гуид же нул не может быть так что походу он пускай возвращает нулабл гуид да чтобы ну короче чтобы у нас когда была ошибка у нас был нул именно а когда у нас нужно ну скажем прошла регистрация тогда эмпти а а когда прошла авторизация тогда именно этот то есть тут тогда не empty а тут тогда нул да это немножко такой странный я знаю код для тех кто не пишет в cшарке у нас получается мы нул приводим к гуиду ну потому что нул он не может неявно преобразовать к гуиду такая логика ну да, понятно привет хримен напишем клиент серверное приложение, которое определяет есть ли ну стример из избранного онлайн если есть, то прилетает пуш на телефон вот и плюс избранное хранится на серваке на своем то есть оно не слетит если там какие то будут только дела всякие дропы очень новые порталы так значит получается у нас три условия ив во-первых я забыл самое главное тайка джин так если у нас он капнулся то значит тогда там будет сразу фолст и статус соответствующий вот а здесь здесь мы проанализировали ответ точнее вот анализируем и тут будет условие если response item равно ну именно то return сразу false а я знаю почему он пишет потому что у нас вот здесь у нас статус будет response статус а теперь место else будет новое слое потому что у нас еще два варианта есть у нас response item точнее даже item has value то есть есть значение так сейчас что там на крайне приносим ракеты ну да в принципе теоретически я могу базу данных посмотреть и увидеть кто у тебя в избранном но и что ну как бы мне вообще на это все равно но ты учитывая что это именно я смогу смотреть избранный ну как бы смогу но это такой вопрос да но мне это не нужно я сразу говорю вот но вообще теоретически будет возможность посмотреть именно избранное на моем серваке то есть они низко дважды естественно вопрос там доверие и так далее но это уже другое а стоп не хэс value то есть это вот здесь как раз таки наоборот то есть здесь не хэс value а а здесь я проверяю если value равно guid empty если оно равно guid empty это значит что мы только что зарегистрировались в таком случае мы отправляем кстати да а зачем затупил кстати еще одна оптимизация короче то делаем так отправляйте запрос если уже такой логин есть то понятно что делаем если такого логина нет то мы регистрируем и сразу же авторизируем и высылаем сразу же токен вообще нормально то есть здесь мы это на самом деле такие громкие слова по сути тут фигня это делать о кстати мы тут еще про историю стали я забыл продаковать даже торрент с игрой который качал ну это да бывает так вот значит если у нас так вот регистрация пошла и тут у нас вот такие штуки пошли интересные токен ID равно GUID не GUID и тут сразу короче сюда токен ID и возвращаем токен ID единственное недостаток такого метода брен в том что даже не знаю если просто ошибиться случайно во время авторизации то есть писать логин которого не существует именно логин не пароль а именно логин который не существует то случайно короче зарегистрируешься и сразу авторизируешься но может и пофиг пусть нефиг будет проверять надо что пишешь то есть если неправильный пароль то будет ошибка а если именно неправильный логин то есть зарегистрируешься надо даже не знаю что-то что-то не тот так хотя сейчас я думаю тогда как это делать что очень поражалось не ну блин ты же видишь что это вписывали это же не пароль это логин просто хочется сделать именно чтобы было сразу ну то есть чтобы не было сто пятьсот немножко в эстациях хритациях да может и пофиг если ошибся но выйдешь и войдешь уже под свои но будет лишний десерт болтаться бобби ну что он запускает и и то есть и и и и и и и и и О, придумал, кажется Тогда все-таки вернуть вот это как было Но То есть сделать так Если у нас гуи темпки пришло, это означает, что мы зарезались Да нет, Тор, это-то ладно, ты можешь понять, что список пуст, и значит ты не то, да, что-то сделать Другое дело, если ты сразу зарезался неверным Муникум, и потом все это не заметили Короче, есть регистрация Призошла Что мы делаем Вот таким способом Короче, будем возвращать false И в статусе укажем следующее Пользователь Логин Успешно зарегистрирован А, музыку попишешь, не вопрос Блин, там уже некуда тише удалять Надо в плеере сам попишите Вот Зарегистрирован Зарегистрирован В итоге Чтобы не запутался Ну вот, а иначе Не надо Ретурн Сейчас чересторнарный сделать Иначе Иначе Item true И все Так, мы сделаем чересторнарный операцию Ну, то есть Возвращаем В зависимости от ответа Либо это Либо это Либо это Ну, можно протестировать это В принципе Так, эмулятор запустим Давай Раз Чтобы я себя запущу на телефоне То вопрос Какого не увидеть А Блин Я же ГПРВ только установил Новую грудь работу Сейчас Первый раз Он долго прогружается Пока операционные системы Загрузится Иначе Ужимаем Иначе 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 Ужимаем Загрузится 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 Не Что-то Ха Долго стартует Вроде Не должен так долго походу что-то с гипервея, я просто его удалял недавно, но не должен так долго цирковать давайте перезапустим память включена валом, хотя не вообще тоже крутой ну и чего блин да просто это, короче, этот, вмв этот ставил, а он при установке обязательно требует удалить гипервея ну вот, я перестал сюда удалить гипервея, а windows фон эмулятор работает именно на гипервея а сейчас перед стримом я обратно установил гипервея, но что-то походу он как-то косячно что-ли стал, не понятно что-то он не хочет спать ммм ммм можем другой попробовать О, прокузился. но я уже второй запускаю нафиг я закрывается так секундочку звонок нафиг я закрываю так ну что, запустился эмулятор так, микрофон включил все так, теперь на губак обратно запускаем все о, exception файл или что-то где-то в размере ошибка что-то я не знаю где-то я отпечатку что-ли сделал так эмм не вижу что-то ну вроде же даже вот она раз все показывает, значит придем нет никакой так давайте ребилд сделаем клиент ребилд я не знаю cannot create instance of type line 13 а а пар а что не так а а а а а а а Ааа, ой лол, короче, дно. Так, ну логин будет понятно какой, тест тест, пароль тест, вот кнопочку от принять, нажимаем принять. Пользователь тест успешно зарегистрирован. Close. Опять принять? Опять? Хе-хе-хе. Стоп, почему? Так. Значит. А, нам гуим трептикчем пришел. Так, надо сервачок на дебажик поставить сейчас. Походу на сервачке какой-то косяк логики все-таки. Блин, я проверялся сто раз. Что еще не так? Нет, он не может больше, а нет, тупо он может больше одного создать. А, нет, ну по идее, по логике не может, он же логин проверяет, соответственно. Так. Принять. Так. Ты как? Чего? Принять. Вообще не понял про кого. Сейчас, сейчас разберемся, какую логику не то. Почему он сразу-то выводит? Что за фигня? Нажимаем, да? Он заходит туда. Запрашивает. Огентест тест. Пришел ответ. А, ну блин, эксепшн какой-то. Герои, какой-то паргетинг-авайдер интермейшн там где-то дейс. А, блин, теперь мы видим коррект коннекшн скинг. А-а-а. Короче, сервачок не может создать базу, а почему он где-то не может? Он еще не может табличку создать. Так. Мы сидим. Сервер эксплойер. Все, добавим дата коннекшн тогда. Посмотрим, что у нас в базе данных. Создалась, не создалась. Если база-то создалась, потому что я их создал. А вот насчет таблиц я уже так не уверен. Дата-объезд нифига нет. Что-то фигня. Ну дата-сурс я ж такой копировал, но... Где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где. Или удаленный не может что ли? А, наверное, удаленный не может так актуализироваться. Просто я обычно же, естественно, не так делаю логин. Актуризацию. Так, а вот это уже, кстати, пека-пека. Я это не буду, естественно, показывать, потому что там... Все-таки логин, пароль от базы данных, да. Я думаю, глупо на стрим показывать. Так что включу музычку, слушайте. Нет. Сейчас создам тут юзера. Сейчас я их не создам, он тут вообще-то есть. Так, допустим, создал. Так, это сейчас что у вас там видно? Ага, код клиента. Ну все, я пока там тогда строчку эту замену. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, теперь должно работать вроде как. Так, только нам нужно опубликовать. А, я же вообще не опубликовал, да, по-моему, в последний раз после редактирования. Так, все запускаем теперь опять. Ну там, естественно, никакого теста не создалось. Окей, так. Сразу продолжим. Интересная ошибка. Наверное, на серваке ошибки. Надо сервак-то было на дебаг поставить. Ну, ща. С первого раза ника ничь не работает. Это нормально. А почему он мне не выводит от Exception, я не понимаю. Он вообще выпадает сюда или опять? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так чем так кто-то смотрит на этот контекст просто пароль полиция не будет показывать так и и Ладно, давайте загуглим тогда эту ошибку. Аааа, что-то там и напутал, да? Так, сейчас посмотрим. Так, что здесь может быть не так? Аааа, что здесь? Не, ну правильно, а чё неправильно-то? Сейчас тогда ещё посмотрю, что у меня в рабочем проекте, может быть, наведёт нам мысль, сразу так непонятно. Ну, по-моему... Ну, короче, возможно, не нужно указать хэсперинкей. И обычно хэсперинкей я указывал отдельно. Ну, не знаю, мне кажется, это вообще не имеет никакой разницы. Ну, хорошо, построим подведённую доставь Entity. Опять Streamer. И вот так. И здесь тоже самое. Ставим так. Попробуем. Ну, вроде в обратную сторону не обязательно прописывают. Ну, типа, хэсперинкей, там, без реклюзит, ну, типа того. Вон, раньше не прописывали. Вон. Такая же аж эсса. Вон. Здесь тоже очень. Вон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Неважно, а колхоз 2 часа от России попал был. Не, он пашен, просто мы к нему не можем достучаться. О, теперь. Тест, тест. О, наконец-то. Так, что нам юзер прислал? Тест, тест. Не будем тянуть сразу. Ладно, будем тянуть. Так, оно не пустое. Далее. Новый контекст создаем. Контекст создан. Значит, ищем пользователя с таким же логином. А, и вот он, exception. Какого? Что происходит? А, ой, лол, ой, жесть. Неужели это такое дно? Мы сравниваем ID юзера с его логином. А, он же еще даже подчеркивает, что что-то, знаешь, там не то, по-моему. Охренеть. Давай, ребя. Бебя, ну, какой-то где-то возникает. Ну, короче. Ну, короче, новая thread-septions. Ну, это сейчас заберемся просто, где, ну, первая ошибка это точно жесть. Так. Опять, ищем юзера. О. Такого юзера нету. Ну, разумеется, мы еще не легались. Ищем юзера, ну, ну, ну. Так, идем сюда. Создаем. Так. Ну, пока никакого exception нет. Так. Совсем дешевле больше не надо. Success true. А, стоп. Значит, у нас что-то на клиенте походит теперь за косяк. Сейчас. Ну, это уже разберемся все с клиентом-то. Ну, это уже разберемся все с клиентом-то. Отправляем на клиент тогда. И что у нас в response? Item у нас в gui-tapti. Status post. То есть, hasValue у нас true. Значит, мы это пропускаем. И здесь мы берем value. Если она будет apti, то мы должны вернуть вот это. И... И response у нас false. Пользователь ферментов, конечно, зарегистрированный. Так. А до этого что было? Кхм. Ладно. Тогда заправляем... Отправляем второй... Запрос второй раз. Теперь уже должно быть авторизировано. Так. Смотрим. Response. Логин или пароль не верны. Ха-ха. Как так-то? Я даже ничего не менял. Блин. Что-то походу не тот списал. Что-то походу не тот списал. Тогда опять на сервер и ставим breakpoint. Так. Юзер прислал логин тест. Мы такого юзера знаем? Вон у него пароль. Их 32 байтов стоит. Вот такие вот. Так. Тогда мы идем сюда. И мы смотрим. Если бы этот пароль эквивалентен тому, который прислали. Нет. Почему? Я не думаю. Так. Ща сюда в дебайке запишем. Так. Пенсorf. Оба подряд 2 байта. Так. Почему он не там будет? Первый байт 83 ... 83. 46, 46. ну так они одинаковые а почему и квал возвращает тогда ладно то может через равно-равно надо тут а я не знаю вообще 2 2 байтов массива как сравнивать можно или нет то как я раньше-то делал сейчас секунду так нам отлично очень-очень старый проект а и и и и и и и и да я через равно-равно делал и не было никаких проблем иначе температуры сделал через равно-равно ну вот где сервак-то наш, вот наш сервак, потом вот тут поднимем, ладно, вот наш сервак, ликуем так, пробуем авторизоваться что-то сильный агент ну какой еще ну а хотя я понял то что блин то что мы прописали IP адрес и порт это же относится только к тому серваку который мы запускаем именно при дебаге когда публикуется другой сервак тот который постоянно них разные адреса и порты так что меня тут запускать обязательно когда я тестирую так а все равно не хочет ну что ли фигня ладно так а если так делать ну хотя блин какая разница вовы не понимает и 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 я всегда же так делал но хорошо можно загуглить compare massive-byte-erase c-sharp sequence equal почему у меня раньше работала sequence equal true clean ну ладно, хоть с бомби ну наконец-то все авторизовались значит регистрация авторизация пашет но нам же также нужно еще кое-что то есть мы сейчас возьмем закроем приложение и запустим его снова и разумеется мы попадаем опять на страницу авторизации потому что ну когда приложение же не знает что ну короче он ничего не знает потому что мы ничего не сохраняем вот нам нужно присланный токен взять и сохранить на диск в общем-то так что наверное интернальный оператор нужно преобразовать обратно в и и вот здесь у нас будет нечто большее чем просто return а вернулся ну вот мы короче сделали авторизацию регистрацию только нужно сейчас сделать чтобы у нас сохранялась авторизация при каждом входе чтобы не нужно было вводить ничего так сейчас посмотрел строчку там как там на диск сохранять уже по памяти там толком не помню ну там какой то классный много замороченный просто ну хотя ничего замороченного нет на самом деле ну просто немножко длинные слова вот application data current local settings values и проверяем contents то есть этот контейнер local settings содержит ключ под названием token ID если да то так то remove ну короче можно так сделать с этим все равно вот так чтобы не писать каждого равно с этим не равно а что сделать с этим values remove token ID а стоп а что я делаю не не так а нет здесь правильно то есть это выполняется когда мы авторизуемся если мы авторизуемся и там каким то образом хотя не должно быть и уже есть токен ID то мы его удаляем ну короче это надо нормально через их написать а не терпетернальный так if вот такая шняга то remove дальше settings values а нет это уже все это уже тот будет а в любом случае мы settings values add так токен ID и собственно response item item.vary item а это . да так отлично добавили токен на диск и теперь при запуске приложения при запуске этой страницы даже не так берем ну хотя ладно дело при запуске здесь значит и вставку значит и settings values contents key token id то есть значит что мы уже авторизованы то тогда train navigate type of client page а иначе все остальное вот такая логика но теперь значит опять нам нужно авторизоваться потому что мы что-то кино и не записали в первый раз но у меня еще не было этой логики так пробуем тест тест ага так теперь закрываем приложение да тут надо будет еще проверочку отместить стоп а в чем-то печенок а у нас тут еще фрейм ну ну да не подумал головой-то то строим это еще не создан вот мы сразу же попадаем то есть мы уже авторизованы вам не нужно каждый раз авторизовываться но сейчас еще покажу один типа баг, ну не то что баг но я просто еще не успел это сделать возвращаемся назад оп, 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 оп ну короче он пытается вернуться на страницу авторизации потому что она и для него предыдущая он же ее просто проскакивает вначале вот, а на той странице он сразу попадает на логику что токен айди уже есть и перенаправляется сюда и в итоге мы не можем выйти в приложении ну в смысле мы можем конечно же свернуть его закрыть там через этот но, ну понятно что это не делаю вот так что мы здесь проделаем сейчас некоторую логику так сейчас только я опять в ту чиселочку позицию и тут сейчас кое-что еще посмотрю тут а ну да а ну да в начале в начале как обычно стандартная подготовка значит так мусор 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 public client your model client your model get set мусор 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 Так, это раз, теперь создать clientViewModel, который наследуется разумеется от печатка. Что такое? Ещё одна печатка. Так, и теперь мы в clientPage. Сейчас дернем отсюда строчку. Вот не стоит. Но только здесь, разумеется, будет не мэндвимода, а клиентвимода. Так. На этом подготовка... А, нет, да, ещё одна, да. Типа дата-контекст. Я всего отнюю clientViewModel. КлиентViewModel. 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 И всё. Но есть такой глобальный класс, в смысле этот, ну, тотичный класс. HardwareButtons. Это Windows.Fone.UE.Input. И у него есть события Backpress. То есть, когда нажата кнопка назад. Мы можем, когда мы нажали кнопку назад, выполнять, так, вот, application, current, вот, есть exit. То есть, закрывать приложение. Но, это событие глобальное. И мы на любой странице, если нажмём кнопку назад, мы будем выполнять этот код. То есть, мы будем выходить из приложения. Нам этого не нужно. Поэтому, когда мы выходим со страницы, то есть, onNavigate.from, да, в таком случае, мы описываемся от этого события. HardwareButtons минус равно, а, в смысле, это Backpresset минус равно HardwareButtons Backpresset. Отписываемся от этого события. Оно будет работать только здесь. То есть, когда мы зайдём на эту страницу снова, мы опять на неё подпишемся. Вот, так вот, как-то будет. Ну, теперь, значит, разметочка опять. Никогда не понимал, зачем здесь в визуальном редакторе половину экрана отдают под Windows Phone эмулятор. Надеюсь, что, блин, вон, сколько места достаточно, и всё. Вот, так. Как там у нас? Streams, онлайн, бетерпет. стримы онлайн да конечно мне никогда не нравилось как английские такие слова по-русски но потоки онлайн я думаю тут тоже будет не войдет так вот и нафиг не нужно тоже подать значит далее ну здесь у нас будет собственно список наших стримов онлайн ну да так что сразу пишем короче listview 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 что такое тдд я что то не знаю не тдд потому что сод стрим онлайн детектор что значит значит что это равен довольно а почему тесты не делаю ну потому что я пока к этому не всего приобщился я знаю что это такое, знаю их создавать в целом, но как-то почему-то я пока у меня нет такой привычки это делать, я знаю, что это довольно плохо, но, ну вот так вот, оно так есть, как есть. Ты имеешь в виду эти, ну я понял, ты протесты эти говоришь, которые позволяют сразу тестировать на ошибки все так и говорят, но наверно не дорос я еще до тестов видимо. Не знаю, когда дорос ты. Так, binding значит у нас streamers. Что еще тут надо указать. SELECTION MODE NONE. Все наверное. Так, item template. Ну это хорошо, что давит, но это в принципе не обязательно американцы. почему-то везде, хорошо, хорошо, тесты. Ну, просто, ну как бы если говорить об универе, да, то у меня в универе вообще не было ни C-Sharp, ничего такого. У меня практически по программированию было, ну не так уж что бы. В основном это низкоуровневое программирование, какие-то системные там, всякие штуки. То есть там, ну короче, такое системное программирование у меня в основном было. ООП был один семестр и то такое, что я вообще ничего не понял, когда прошел семестр. Вообще ничего. Я даже не понял, что такой класс. Ну, я говорю чисто про свой. То есть именно у нас про высоковыровневое было довольно мало. Было еще там про именно про проектирование там в конце, но это уже другой вопрос. Ну, там было как бы немножко не то что-то. Так, ладно, у нас будет значит тут 30. То есть мы сейчас пишем шаблон элемента каждого в списке. Что у нас там будет? Я так предполагаю, у нас там будет слева имя стримера. Как не слева, а как бы сверху. А, стоп. А вот тут такой вопрос. Нам нужно показывать только стримеров онлайн? Или нам нужно показывать всех и только у тех, которых онлайн, нужно ставить, что они онлайн? То есть поприветствуется поиск А2ТВ или просто всех и показывают только, ну, именно индикатор типа онлайн, офлайн? Ну да, как видишь, это интерфейс у телефона. Вот следовательный телефон. Ну вот у E-Wolf, который, то есть, собственно, автор идеи, начальной его идеи, у него было именно показывают даже офлайновых, ему вот надписью, что это он офлайн. Ну, мне кажется, что онлайн. А если у кого-то там сто пятьсот в избранном, да, то это не очень удобно. Мне кажется, надо только тех, кто онлайн показывает. Вот. Ну, в общем, я сейчас, как это, ну, не знаю, пейнт открою, чтобы примерно показать, что хочу. Вот так, чисто. То есть у нас будет вот одна ячейка, да, нашего списка. Здесь будет имя. Стримернейм. Уж их побольше, конечно. Я, к сожалению, визуальные всякие штучки, вот эти типа там, по-бырому интерфейс проектировать, это я не умею. Поэтому я, если мне нужно интерфейс проектировать, я делаю это именно так. Так, типа стримернейм здесь будет у нас. А под ним будет... А что под ним будет? А ничего под ним не будет, да? Наверное, достаточно просто. Имя стримера и все. Понятно, что он онлайн, раз он отображается и все. Я думаю, имена его каналов не обязательно указываются. Попробую для начала так. По крайней мере, для начала так. А потом уже разберемся. Но мне кажется, этого достаточно вполне вообще будет. Так что здесь, в общем-то, просто берем техблок. Текст. Байндинг. Да какие-то метаданные, там нет этих метаданных. По крайней мере, у меня нет метаданных. А, я понял этот... Ну все, я понял, что это не еще где-то. Там с сервера приходят что-то какие-то эти... Сколько там плюс, рейтинг, да? Еще что-то. А нужно ли это еще? Точно. Да. Так. Ща. Небольшой предыдущик. Мы буквально пару минут. Так. Ща. Тек... Во. Так. Еще раз. Теперь подогласим по данному заблоку. Пишите! Текоред Todo Decended. Пишите! По правильному necessиванию... Вот. Эта крючка. Очень близко, быстрее, наверно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, продолжаем, да, данные нужны, согласен, не спорим, спасибо Добавил субтитры DimaTorzok 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 здесь пример но естественно это при учете что они вообще три плеера да у многих один ну значит один и будет продолжаться на так просто план на будущее а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Так, теперь, где этот кейс? Включим миграцию. Это нужно, ну, а то есть, я-то не знаю, для того, чтобы изменение базы, ну, тадычек, туда добавить, собственно, применить, короче. Так, ADD Migration, назовем это ChangeStreamer, ну, имеется в виду, естественно, таблицу стримеров, тут, кроме таблицы, ничего нет. Ну, типа, название Migrat, чтобы, если что, потом было понятно, где это что происходит. Ну, если нужно будет катить назад. Так, ну, вроде все. Так, музычка закончилась. Ладно, здесь прям. Так. И... Здесь мы добавили. Теперь мы добавляем, где? Не тут. Не, ну, в смысле, тут-то понятно. Ну, только там пока что пусто, там, что мы это не в описании, где мы добавляем. Так. Это у нас в StreamController. Вот тут. StreamDescription. А. Все, понял. Здесь мы... Здесь мы это ничего не добавляем. Это мы получим, как раз таки, наоборот, когда здесь мы... Впрочем, именно когда с SK2TV мы получаем, именно там мы можем только обновить эту инфу. Здесь мы можем только ее из базы доставить, но и все. Ээээ... Так. Так. А, так, где у нас Getty нету, что ли? А, вот же. И тайтл. 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 Так. Вроде да и все. И где наш CoreController? О, кстати, я вот только сейчас заметил, что мой действие в Change'е забыл сделать. Не вря зашел. Так. StreamDescription у нас... Так. Эээ... Ага, хороший вопрос. Сейчас подумаю немножко, ну по сути вот тут что-то думает особо. Просто first or default, как и теперь здесь это будет стрим. Значит, if стрим не равно ну, точнее наоборот, то все равно ну, то continue. Иначе стрим, а не значит здесь true, а ну да эти же еще false надо. Сколько лет опыта кодинга? Ну, чисто книжку по C-Sharp я взялся читать летом 2010 года, по-моему. То есть получается по четыре формально, но активно я чуть позже, но что-то программировать. В начале какие-то такие опыты были, ну просто там типа левые. Но формально получается четыре. С момента именно, когда я впервые синтаксис C-Sharp увидел. Но тогда, естественно, речь не шла о Windows Phone. У меня как он. Это уже намного позже Windows Phone. Так, стрим-дескрипшн у нас практически берется из стрим-description. Так, стрим-тайтл берется из стрим-тайтл. Вроде как-то так. Так, сейчас еще раз проверю, ладно, здесь везде это добавили. А, ну здесь не нужно. Здесь добавили. Здесь не нужно. Малой наш судьбе добавили. Так, допустим, если X8. А, ну нам теперь нужно модель перенести. А, ну да, здесь я даже еще не создал. Ну тут стрим-найтл. Так, это будет называться просто стрим-найтл. Так, клиент-юмодел. Паблик. Лист. Да, лист. Я просто думал, надо ли обсерваивать коллекцию. Не, не надо. Так. Стрим-найтл. Нет. Стрим-найтл. А, да, проб. Ну я понял. Я не совсем работаю. У меня стартап там с ребятами собственными. Ну, короче, там, долгую историю. Так. 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 Нет. Мне такое правило именование не нравится. Давай просто стрим-найтл. Так. 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 Здесь мы биндим собственно... Да, мы не верим. Ну, значит, какой там поле... А, так. Стоп. Мы тогда тут меняемся там. Может теперь будет табличка. Табличка. Грит. Так. А в этой табличке... То есть у нас будет сверху написано... Как это представляю... Название стрима... Это главная информация. Важнее даже, чем название стрима, наверное. Причем оно бывает довольно длинным. Так что оно точно должно целую строку занимать. Наверное, здесь будет все целую строку занимать, в принципе. Да. Конечно, можно еще заморочиться. И еще картинку присылать. Но, мне кажется... Не надо это... Ну, по крайней мере, сейчас точно не надо. Ну, там же картинка, это превьюшка есть. Там, то есть ссылка, да, на нее можно... Ну, это, в принципе, даже легко сделать. Всего лишь вписать эту ссылку и все. Но я не буду пока это делать. Тем более, там бывают еще битые ссылки. Из-за них будут падать приложения. Ну, надо это только подрабатывать. Ну, еще заморочки. Так. Road Definition. для названия стрима. Road Definition для названия стрима. Road Definition для названия стрима. И... Road Definition для описания. Так. Что у нас тут еще есть? А, ну, список плееров? Ну, не знаю. А, оно надо? Или не очень. Ну, пока не буду делать. Потом, понадобится, сделаю. Ну, чтоб сейчас... Поменьше времени. Так. Уже... Как бы хочется и стрим заканчивать. Потому что, если честно, я с утра стрим уже устал. Надо хоть какой-то результат видеть. Хотя бы список стримов. Так. Значит, у нас будет текст-блок. Ну, если списка стримов не будет, пока мы его несем дадим еще. Так что, если еще такой функционал. Текст. Бандинг. Тайтл. Тизбокс. Текст. Бандинг. Что там, где логин? Да? Да? trov. Текст. 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 Миндинг. Здесь. Сприм. Дескрипичн. Текст. А. Ну, да. Этот. Ну, когда. Грид. Рол. Овин. вот ну можно там будет еще со шрифтами поиграть но я думаю пока оставим ну можно вот это и сделать ну в принципе ладно пусть будут все 20 пока потом разберемся пусть это будет вообще 30 это будет 20 и текст раппинг надо везде поставить в раб особенно в description в description будет по умолчанию мелким шутом но в раб это если что это ну короче перенос строк вот так я думаю ну вроде тут все а ну надо эту кнопочку на аппаре добавить кнопочку пейдж ботом аппар команд бар аппар бат ну ну икон иконка у нас будет адд лаб лаб ну и клик адд клик в начале мы конечно не адд клик напишем в начале мы напишем логику получения стримов до этого мы навигейте ту сделаем как обычно важный спор равно и вы клиентки модал мод некий потом будет if не response item то await new message dialogue response status шоуасинг ай ю ю ю так этот у нас асинковский будет обработчик так здесь будет асинк task response ой ю ю ю ю так здесь будет асинк бул так try к not found exception интересный exception и и и и и и Water Requester адрес GetServer точек Укликов Контроллер user хук кхук Продолжение следует... Да точно. Теперь наконец нам понадобилось изменение. Мы делаем новый метод статичный. Называется он GetToken. И ретурмит он... А, ща. Секундочку. Секундочку. Италия. 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 Ну сразу, чтобы не картики просто взял. У меня уже готов, я в другом приложении так же самое. А, в смысле, это где? Блин, короче, только коврик можно уже отдать. Блин, короче, так же. Так, а, ну да, quick response icon, вероятно, нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мусор опять убирать DimaTorzok 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 Да, можно же утонуться, опять проб. Так, backing file побегает здесь. Вот, и здесь, значит, у нас будет сейчас конструктор, в котором мы по умолчанию в title запишем новая запись, наверное, ну просто не знаю, писать новый стример, как-то немножко... А, добавление стримера, наверное, точно, да. Добавление стримера, наверное, точно. Вот, а теперь мы здесь будем сейчас... Значит, что у нас будет? Во-первых, scroll user, очевидно, будет здесь. Ну, чтобы у нас такое все было, резиновое. Так, а внутри scroll user у нас будет... StackPanel, наверное. Да, думаю, StackPanel будет достаточно. Текстблок. Вообще, что нам нужно для добавления? Так, давайте посмотрим, что у нас в общем методе. Добавление стримера есть. Нам туда нужно передать целую кучу параметров, на самом деле. Но мы целую кучу параметров передавать не будем. Так, нужно имя и SK2TV. Пока только это и все. Итак. Значит, текстблок, текст... Ну, в смысле там вообще-то не имя должно быть там… Там вообще-то не имя должно быть, а должно быть… короче путь канала полный channel url так блин то что было запущено он не перенял channel url так что то я напутал походу а тьфу то в sk2 tv же будет чем у url ой блин вряд ли на вовсе сам уже стал путаться но не устал реально там просто будет не имя а логин да это да но это имеется ввиду логин ну короче не ссылка все логин логин так и здесь соответственно у нас тоже не name а логин так и здесь мы ой не не диндинка это ну хотя как можно было и name ну ладно название я так наберу то есть это будет текст который стоп а он нигде не будет отображаться значит его не надо присылать нет даже как нибудь короче я реально уже стал запутаться после того что ну я даже на работе столько не программирую сколько сегодня уже десять часов почти программируем так еще раз при создании мы таблицу добавляю в поле логин то что мы прислали логин а где это мы потом считываем а это мы присылаем логин там там а ну тор подожди все наш логин это чисто то что мы назвали и она везде только так остается то есть мы с ск2тв берем только title и стрим стрим description а логин юзера мы не берем с ск2тв мы его берем тот что пользователь а то сейчас скажем могу сам грубо говоря переименовать стримеров как хочу но естественно это будет видно так меня название название значит тут будет фонд сайс 2 здесь уже будет бандинг логин ну и просто как канал на ск2тв а ну в смысле это там типа а хотя просто отпустим момент логин так здесь текст будет ссылка ну и просто как канал на ск2тв даже напишу скобках полностью то есть вместе со шттп со всем вообще конечно можно будет по маске проверять правильности ввода канала то есть на ск2тв сейчас у всех а ну и тогда можно в принципе даже не вводить полностью а вводить только наоборот ими каналы ну пока пусть так будет хочу чтобы что то заработало да а потом уже можно отредактировать как угодно то есть это всегда главное чтобы что то заработало иначе когда проект становится слишком долго строящимся то это все забрасывается вообще так и так так да здесь тоже функция ну а в данном случае этот проект может стать долгостроим даже если это растянется на 3 стрима это уже очень долго то есть ну а ну а а текстбокс ну а что это как название канал на ск2тв и все да да девочка А, кнопочку-то кнопочку Page, BottomUpBar, CommandBar, UpBarButton, Icon, Save, ну, не знаю, Save, ir to же Accept, наверное, Accept, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, да. Так, Label, Ну, готово в данной случае. Короче, получится у меня иконка принять, Label готово, а события сохранить. Ну, просто, блин, Label, ой, иконка ограничена, то есть, слово это соответствует именно изображению, поэтому оно, как бы, ну, обязательно, если я хочу именно это изображение. Label, так как более, как бы, ну, корректно, именно с точки зрения русского языка и логики, а события, ну, потому что это, как бы, реальное, в принципе, действие, наверное. Ну, хотя, можно было тоже здесь нажать, готово, хотя, как, а готово, Don, ну, не очень это логично, на самом деле. Короче, все идет. Так, надо этот код спереди-ка на другой странице, на ресторас уже написать. Вот, типа такого, вообще, то же самое практически. Так, только тут не клиент, а стример. Так, это да, это да. И метод не load, а save. Подожди, а почему у вас тримеры это не видят? Лол, а почему он не видит-то? Да бред. И в чем разница? Ой. А, вот дел у меня было написано. Ой, жесть. Так, ну, тут опять на страйкач идет. Кочек-код опять можно этот спереть, откуда-нибудь, в другом месте. Вот, в таком, ну. О. Только вся разница в том, что здесь у нас будет метод стример, да, по-моему называется, контроллер. стример контроллер. Так. Метод у него пост. Возвращает он response bool. А принимает он стример пост. Ну, здесь новый стример пост. Так. Логин. А, ну да, я же не создал, это еще поляр. Так. Бинди это. Public screen. Логин. Блин, привычка про эти проблемы бывает. А, и пока не забыл точно этот же mod2way. по-любому. Теперь это страничка. тк по-любому. Стринг. Стринг. Сく2.tv. Так. Получается. Логин. Блин, имя игру. А, ну да, первая. и токен ID равно getToken ага значит тут будет вид а ну здесь мы просто возвращаем на респонд но ответ тут чуть другой в смысле тут реакция должна быть чуть другая если мы успешно добавили else rain go back предлагаю так сейчас посмотрим кто у нас онлайн есть ну вон какой нибудь нюк как у него там канал а копирует бесполезно линфон ты не ставишь так это ошибка на сервере или на клиенте так а почему она ааа ну да ну понятно вол да может и надо это наверное хотя не непонятно но а так 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 respons ну respons ну то точно верный запрос почему так что польза называется не токи найди а стоп а у нас же сервачок-то не запущен лол позорачивать обычно это лазал вот наш страница Че? Че не переходит? А, что-то я не переписал логику Frame, Navigate, Type of Вот там у нас Dreamer Page Да, надо все-таки сделать, нет смысла вводить полностью Если он сюда одинаковый Ну потом Как его пишется? Сколько он пишется? Ну, че 73 Готовы О, только почему без инфы? Стоп А такое ощущение, что он потому что прислал в любом случае, даже не потому что он нормальный Да? Похоже косяк логик идет Просто че-то быстро, он не мог так уже быстро таймер сработать, он же там раз в минуту И как бы, а я только что добавил, неужели я прям пробовал, он не верит Так А, ну правильно Ну я этот А, и с онлайн проверить, не? Да, и надо же еще добавить какую-то это, ну чтобы там по таймеру обновлялась на клиенте А то сейчас придется перезапускать А то сейчас придется перезапускать Так, сейчас никого нет А прошла минута уже? А проще можно сделать, можно поставить бюджпоинт на эту код Время 20.45, но подождем, короче, минутку сейчас Должен бредпоинт сработать Пока можно этот ревенвлогер посмотреть где он просмотр событий нету так а мы службу на дебаг можно поставить это подкрываем такое ощущение, что службы не работают а, естественно, она не работает 24, 33 ну, конечно опять подойти и устанавливать ее опять подойти и устанавливать ее так эм как называется не стал учил так сервер так плагман дебил в начале так плагман дебил в начале так это не сколько до 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 Так, подлина. Ну, походу, так, да? Я же установил, а почему? Не запущено, что ли? Не запущено, не запущено. Надо заодно все-таки сменить и чопку использовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Ну, пока запроса не вижу. Пока службы вроде запущены. Дополняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокал хоз 24-33. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокал хоз. Блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 начаток. А, из-за этого что? Все равно нужно почему-то все время делать вручную. Потом можно загуглить, чтобы не было ошибки. Странно, все равно он не хочет добавить. Что-то нету запроса. Может что-то ставим ровненько? А, ну он через минуту должен сработать, но минута прошла, не? Ну хорошо, ждем еще немножечко. Можно паперу судить. Да уже от начала композиции прошла почти минута, а я ее запретил вроде после сервиса. Так что нет, не приходит. Не, вообще странные таймеры. Не, стоп блин, что-то фигня. Он как-то выглядит очень странно. А где? Ну, антик же никак не привязан. А, привет, а, все, я понял. Как у меня тут таймер? Ну не знаю, мне не нравится. Так, вот этот издаген. Так, 60 тысяч, да? Так, LFset. И получается. Таймер. А интервал здесь точно такой double, не? Понятно. А интервал здесь. И старт. С árбах. Перекрад. Карево. Поехали. Видео. Значит Wochener. Скорбахwort. Тайм. Говорит, Служба удалена, а что проверим? Да, действительно, Службы нет. Говорит, выполнена, да, очень правильно. Да, Служба есть. Ну где? Я жду запрос. Должен быть запрос, ну как, оно допущено, все, выполняется. Таймер старт. Когда элэпсы через 60 тысяч миллисекунд, то вот где-то срабатывают. Что-то дебаг не хочет вообще. А, может надо... Оттачь тот процесс? Нет, что-то не ас. Не, а... Не, это... Это не то. Но это не знаю, может он там где-то ошибку получает. А, ну кстати, что насчет авентфлогера? Так, надо его заново открыть. Эээ, где-где-где-где-где он? Посмотрим события. О! Процесс службы не может установить связь с контролируемом службе. Как это? Как это? Как это? Что у тебя ошибки-то? 2047. Самая старая. А, ну это походу, когда я запускаю и нет прав, да? Да, но червня-то что-то не хороо. Так. У меня ошибок-то нет. У меня ошибок-то нет. Так. У меня ошибок-то нет. У меня ошибок-то нет. Не вижу. Так. Предлагаю тогда сделать следующее образом. Try. Catch. Inception. Вот так. Ну-ка, добавился должна быть сильная ошибка. Нет? Может, надо замысел зайти? Нет. Нет почему-то. В общем, жалко, конечно, на таком заканчивать, но, если честно, уже все, мозг плавится. Надо завязывать. Хотел, конечно, получить, но это все из-за этого службы, это службы. Не, ну можно по-другому просто сделать, да? Так, мне кто-то вообще по-прежнему встретить? Так, вроде онлайн, да? Я просто чуть-чуть хитрю. Ну как чуть-чуть? Ну, короче, это... Я просто фидзером запросы отправлю, и все, бумаги не ломаю. Ну что, хотя бы показать, оно работает или нет вообще. Ну, в принципе. Так, localhost, port 2433. Slash API, slash core. Все. Секрюро, пришло. Континнио. Слушайте, нам пришел 10 лет. Так, теперь мы берем телефон. Перезапускаем приложение. Поскольку мы еще обновление никакого не сделали, то это приходится перезапускать. Блин. Ну и почему? Как же так? Так, тогда проверяем. Доправляем фидзером запрос. Может он не онлайн-сетки рассчитается? Он фидзер знает. Так, да. Эксепшн, чем? Такой. А-а-а. Бывает. Короче, надо было бы писать, а что там. Сейчас посмотрим. Давайте. Все, все прекрасно. Перезапускаем. Перезапускаем. Ну что еще? Ну, хорош. Все же хорошо было. Пусть и не так. Давайте, Q'd. Погнали. Погнали. Ждем ответа от Ska2.TV. Установим либо нет. Блин, в этом мешает памятник. А вот стрим без чейса не пришел же время. Пустой. А, или это запрос, наоборот. Так, нам походу запрос не приходится с Ska2.TV. В смысле, ответ. Ответ не приходит. Ответ. И так далее. чему не приходит не ладно хоть какая-то ошибка была да то просто нет но это уже не моя проблема в смысле нет это моя проблема но в смысле я не виноват что она есть так рука фиддлером из тебя отправить ск2тв на ру стримс лист не вообще нормальный сервак который ну вот я сейчас пытаюсь если ты имеешь что фиддлер это закройте то что спамят тебя фиддлер стоп это чат откуда чат я закрыл этот хром странно я не понял а откуда приходят сообщения я закрыл этот хром странно все браузеры закрыты а все это вот этот моя прога да это запрашивает все ясно ну да это бак светел в том что закрыл окна так мы снова богу закроем что-то не спала так мы опять приходят с чем проблема с чем проблема то ну так я тут делаю просто стринг конкат стринг url и параметры ну то есть вот этого с этим и должно быть все нормально штпск2тв.ru стримскис чейсинг напечатки же нет но это вероятно это вероятно что я не могу это вероятно это вероятно что ты это вероятно а может кстати если я уберу тут наоборот таскан да могу убрать не ну так делать это вообще жесть по моему это я просто к тому что чтобы здесь этого не было может из-за этого но по моему так отчет уже стоит ааа это не то и к че пьюшим ааа это не то и к че пьюшим вот стрим пьюрел даже могу вот так сделать чтобы надежности ну вот получается нормальная строка ааа ну и что это немножко выпнули может это еще реально было в том деле а джейсон нул а ну смысле да блин что за косяк походу реально из-за этого было да буквально давайте я préf такую ну давай тогда Ну все, на сегодня достаточно, офигеть сколько я сегодня напробовал, это просто офигительно, я не ожидал, что стопы будет. Так, есть ли у кого-то вопросы, замечания, пожелания, предложения, можно писать в чат, я еще после стрима в чат буду сидеть какое-то время и отвечу на вопросы, можно писать в скайп, можно в скайп задавать вопросы по C-Sharp, по чему угодно, начиная с каких-то легких, детских и заканчивая более серьезными, если смогу, я отвечу, ничего страшного, реально пишите, смогу, отвечу. Так что, все, на этом стрим заканчивается, следующий стрим, да, получилось запросить, просто я там await нормально подписал, вот, следующий стрим, именно по программированию, скорее всего будет не раньше, чем следующее воскресенье, и еще раз я напоминаю для тех, кто, а сейчас покажу, ну вот, собственно, я не закрыл уже, а, я сервак закрыл, еще раз напоминаю для тех, кто, возможно, подписался на мой канал, думая, что у меня будет только программирование, это не так, я в основном в стриме игры, а это, как бы, такой, в виде исключения, скорее, вот, ну, чтобы потом просто не говорили, типа, а чего тут, ну, думаю, тут программирование, а ты там в игрушки играешь. Выпускаю. Ну, вот. Ну, естественно, это можно будет как-то покрасивее оформить, наверное, но это главное, что пришла инфа. И прошу обратить внимание, что имя, именно то, которое мы вписали, а не настоящий логин юзера на стримере. Ну, ничто не мешает писать настоящее, если, знаешь, что запутаешься. Вот. Ну, как я уже сказал, следующий стрим, но, скорее всего, будет не раньше, чем в следующем воскресенье. Все. На этом стрим закончен. Всем пока. Увидимся.